Ну что ж, поехали! Добрый вечер всем участникам нашего сегодняшнего спонтанного мастер-класса. Меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер интерьера и руководитель студии дизайна. Сегодняшняя наша тема и задача – обсудить профессию дизайнера вместе с вами, поотвечать на вопросы и немножечко о ней порассказывать чуть побольше, чтобы вы знали, если вам эта тема интересна, чтобы вы знали, к чему идти, как двигаться и какие препятствия на этом пути вдруг вас будут ожидать. Сейчас я расскажу буквально на несколько минут о себе, для тех, кто меня еще не знает, может быть, такие тоже участники есть. И для этого я сейчас покажу экран. Это наш сайт. Есть разные работы, продукты, которые мы делаем. Мы выполнили, в данном случае, отобранных 317 у нас проектов студии за около 10 лет работы. Здесь совершенно разные работы и по дизайну, и по визуализации. Вот в основном по дизайну, по архитектуре есть. И если вы зайдете тоже на сайт, вы можете посмотреть их. Я сейчас вам покажу некоторые наиболее знаковые, значимые проекты и расскажу, почему они наиболее интересны и почему мы тоже рекомендуем делать именно такие. И на самом деле учим всех наших участников, наших обучающих программ работать именно с подобными проектами. Один из самых интересных и основных проектов, которые мы делали, Ну, этот проект достаточно старый в плане работы, но не в плане материалов и дизайна. Этот дизайн практически никогда не устареет, потому что здесь применены очень такие качественные и простые материалы. При этом очень хорошая здесь архитектура, структура сделана и учтены пожелания клиентов. Сейчас я об этом расскажу. В общем, когда мы делаем проекты, ну, в данном случае этот, наша задача как дизайнера понять пожелания клиента, но при этом мы можем использовать какие-то свои вещи, которые нам кажутся очень близки и понятны. В данном случае наша студия, ну, я лично, очень мы любим натуральные материалы. Вот здесь они применены практически везде. Здесь натуральная доска инженерная на полу, на стенах покраска просто, наиболее простой материал, чтобы сэкономить, потому что в бюджете нам тоже нужно вписаться, естественно, было обязательно. На колоннах Onyx такой дорогой достаточно материал, вот он здесь виден, но так как он используется не везде и немного, мы его могли себе позволить, и клиент уже его согласовал, и при этом он образует такую единую структуру. Вот он даже светится. В основном все достаточно просто, то есть мы делаем акценты на обязательно пол, на двери, на материалы, но вот по желанию клиента были внесены такие вот чуть-чуть элементы шика, поэтому здесь не полностью минимализм или современный стиль, но и элементы R-DECO, которые позволяют внести классические, в том числе, нотки и мотивы. Здесь вот не видно, вот здесь видно, что есть люстра над столом, сделанная с кристалликами, ну и вот эта люстра, сейчас вот она выглядит как такая прозрачная, но на самом деле, когда она включена, там внутри тоже видно люстра, вот такой вот интересный дизайн. Но к чему это? К тому, что творчество, на самом деле дизайнера, интерьера, оно не всегда идет только от дизайнера, не всегда только от клиента, то есть неправильно абсолютно полностью слушать клиента. Вот буквально сегодня мы ездили на объект с Эмилием, с нашим архитектором, и там был клиент, которому не понравился дизайн предыдущий. Одна из проблем, которую он называл, это была как раз-таки проблема, то, что его жена выдала всю информацию, которую нужно было сделать, которая ей понравилась, а дизайнер просто взяла и перенесла все это на объект, соответственно, ничего нового не внеся, ну и вопрос возникает справедливый, за что мы платим деньги. Ну и верная и обратная ситуация, когда клиент говорит, я вообще ничего не знаю, вы рисуйте, пожалуйста, сколько угодно, вариантов разных делайте, а мы потом выберем, так тоже неправильно. То есть правильно именно в тандеме работать, и это очень важно, очень важно слушать клиента, очень важно знать потребности, пытаться считывать и знать очень важно типы клиентов, потому что, ну вот я когда работал с совершенно разными заказчиками, первые попались очень-очень такие спокойные и все согласовывающие с первого раза люди, а дальше следующие были, ну как и всегда, все в жизни не подарок, и, соответственно, мне нужно было разбираться, в том числе и психологии, и вам тоже придется разбираться. Но на самом деле это не столько психология, это, конечно, желательно считывать и знать, но это приходит только с опытом. И сейчас мы разработали, ну для наших менеджеров, для наших дизайнеров, мы в том числе с профессией дизайнера, мы стараемся объяснить, что мало сделает дизайн, нужно еще все это дело согласовать, и для того, чтобы согласовать, нужно ориентироваться, какие типы клиентов вообще бывают. Поэтому вот одна из важнейших частей работы дизайнера, наверное, половина полностью работы, первая половина это сделать, свой, собственно, дизайн, вот как я сейчас показывал, рассказывал, внеся качественную работу по архитектуре, по отделке, по декорированию, по инженерным системам, естественно, это все нужно знать. Но вторая большая часть – это работа с клиентом и психологией, потому что если вы будете неуверенно рассказывать, если не сможете доказать, почему ваше решение хорошее, если не сможете услышать клиента, то все это совершенно бесполезно, это будет просто нервотрепка. Поэтому одно из первых замечаний – это если хотите быть дизайнером, вам нужно не только развивать часть, касаемая работы, но и развивать свой характер, личность и умение общаться. Это очень-очень важно. Поэтому общение с людьми, живое общение, посещение каких-то мероприятий, выставок, мастер-классов, а еще лучше там выступать, что-то рассказывать – это очень-очень важно. Я вот в свое время, я когда это понял, это было в 2009 году, мне не очень получалось выступать и вообще никогда ничего никому не рассказывал. Я просто умел хорошо рисовать, я умел рисовать визуализацию, я умел делать дизайн. Я, в принципе, не особо любил общаться с людьми и вообще со сцены никогда не рассказывал. Но я понял, что это абсолютно необходимый навык и мне очень достаточно было сложно в самом начале, но я понял, что нужно себя пересилить и развивать себе этот навык. Человек – очень удивительное существо и все, что мы хотим, все, что нам нравится, все, что мы хотим достигнуть, мы сможем это сделать. В том числе и дизайн интерьера, в том числе и выступление, общение с клиентом, все это можно сделать. Это я могу сказать абсолютно точно. У меня нет каких-то там специальных талантов, я это точно знаю, я отдаю себе полный в этом деле отчет. Но, возможно, есть талант систематизации информации, это очень-очень легко и просто дается, у меня мозг так устроен. Но все, что касается остальных вещей, ну вот как-то общение или еще что-то, это такая достаточно большая работа, ее можно и нужно делать. И в этом плане, если мы говорим о дизайне, то очень частый вопрос на самом деле возникает у людей, ну, насколько мне дано, да, насколько я смогу выучить эту профессию, насколько у меня получится. И может быть у меня таланта нет, или может быть мне нужно какое-то специальное высшее образование, или вы еще чего-то. Я вот хочу по этому поводу тоже сказать очень-очень важную вещь. Ну, вы можете мне верить, можете не верить, но я общался с большим количеством людей, и вот мы делаем, допустим, стандарт профессии, вот уже полтора года, и в рамках стандарта профессии моей задачей является, ну, общение с дизайнерами, и вместе мы придумываем, на какие части делится профессия дизайна. Сейчас мы об этом детально не будем говорить, не успеем. Но смысл в том, что я общался с огромным количеством дизайнеров и на наших курсах, и на конференциях, и вот в рамках стандарта профессии. И когда я спросил, ну, ребят, у кого есть, ну, реально высшее образование в плане архитектуры, или там, декорирования, все, что с этим связано, а у кого нет, из сидящих в зале именно дизайнеров, которые работают профессионально, даже владельцы студий, где-то у половины оно было, вот как профильное. Кто-то из архитектуры пришел, кто-то там из мархи, кто-то из строгановки, у кого-то художественного образования. Половины не было. При этом и первые, и вторые, они были очень состоявшимися и профессиональными дизайнерами. Просто многие дизайнеры приходят, если вы даже посмотрите, ну, или спросите, они приходят из других областей. И это очень правильно. Дизайнеры, когда бывший модельер становится дизайнером, когда бывший экономист меняет профессию и тоже становится дизайнером, когда строитель становится дизайнером, ну, и так далее. То есть, что такое дизайн? Это, в принципе, творчество, да, это желание и умение комбинировать и придумывать какие-то идеи за счет определенных материалов. Вот если мы берем ребенка, вот представьте, да, у многих есть дети, берем ребенка, и у него есть конструктор лего, и он из-за конструктора лего что-то лепит. Вот сам конструктор, да, сами элементы, это, ну, пазлы, да, это есть желтенькие, есть красненькие, есть беленькие вот эти вот ячейки, есть маленькие, большие, и есть какая-то задумка. Вот эта задумка у него в голове. Ну, понятно, да, если ребенок маленький, он там строит какую-то непонятную башню. Но если уже большой осознанный, вы, ну, я думаю, видели, наверное, либо у своих детей, либо у гостя где-то, когда строят там какие-то невероятные замки, города. Вот откуда эта фантазия? Эта фантазия идет, собственно, наше внутреннее естественное желание человека творить, и оно есть у каждого, кто этой темой интересуется. То есть, если ребенок сел играть в лего, то ему уже это интересно, у него уже есть талант в этом. То есть, другой не будет играть, если ему это не интересно, если у него таланта к этому нет, и он не захочет, он будет бегать там с, он будет футбол гонять, допустим, либо на какие-то перегонки бегать. То есть, его не усадишь за эти кубики. Поэтому, опять же, наблюдая то, что, ну, я вижу вообще в жизни происходит, я вижу, как очень многие люди метаются именно в плане, есть талант или нет таланта, и могу ли я или не могу. Вот если вам нравится вообще эта тема, если вы задумываетесь, если вы просматриваете журналы, листаете, если вы хотите, да, то у вас талант по-любому есть, потому что если бы у вас не было его, если бы не было задатков, то вам бы это было неинтересно, вы бы вообще даже и не подходили к этой теме, а гоняли бы футбол, работали бы в банке или делали бы что-то еще. Еще очень часто бывает, вот к нам приходят очень многие ученицы, студентки, ну и ребята тоже, да, кто по ошибке пошел не туда. Ну, просто родители отправили на экономиста, на юриста, и работает на не очень любимой работе, а хочется заниматься творчеством, хочется что-то поменять. И это тоже очень круто, вы знаете, если вы тоже среди таких, это вы не одиноки, ваша задача просто может быть даже параллельно с основной работой потихонечку в свободное время, но начать выполнять задания, начать развиваться в этой теме и получать системную информацию и работать, пытаться работать с проектами. Это очень-очень важно. Верить в себя, потому что сколько я видел, я видел очень много людей, кто начинал, кто бросал, вот даже наши ученики, не все доходят до конца, ну, до финального альбома, многие учатся, просто что-то смотрят, изучают, применяют уже, кто-то срезается и не подходит, ну, тяжело человеку, а кто-то наоборот идет вперед семимильными шагами и становится дизайнерами не в самом конце, да, где-то в середине, когда уже научились делать визуализацию, когда научились делать планировку, уже берут проект и прямо на нашем вот курсе обучения уже начинают вместе со мной делать проект для реального клиента. Таких случаев тоже много и я всегда их поддерживаю, потому что на самом деле дизайн интерьера это в основном не, это не бумажная работа, это история про делать, вот, это очень важно, что хочется сказать. Невозможно прочитать книжку по колористике, по истории архитектуры, по стилям, по планировкам и стать дизайнером. Вот я лично это проходил, прошу прощения, я, честно, нажал на этот микрофон, но я лично это проходил, когда я был визуализатором и хотел изучить эту тему, я думал, ну, сейчас я книжки почитаю, я скачал там все какие-то книжки, которые у меня были, пошел в библиотеку, стал читать. Я читаю книгу, как делать планировку, ну, там нигде нет советов, как конкретно мне поступить, как мне начать к этому поступиться, как мне делать. Там есть норма, там есть правила, которые надо, естественно, знать, это вот как те кубики лего, о которых я сейчас говорю, но нигде не сказано, как ты должен их собрать. Вот как ты должен их собрать, ты должен знать только сам. И самое главное, вот, когда ты начинаешь собирать, тебе кто-то должен посмотреть, кто-то должен поправить, кто-то должен подсказать, как это все работает. То есть творчество и обучение, оно здесь очень сильно связано. Мы работаем вот в творчестве, мы делаем работу по конструированию, по созданию чего-то. И очень важно, чтобы какой-нибудь архитектор, либо дизайнер, либо арт-директор, мы сейчас называем это именно так, подсказал, посмотрел, указал на ошибки. Указал, где что нужно исправить для того, чтобы не было, ну, вот таких вот детских первых глупых ошибок. Сначала, конечно, такие ошибки будут. Я вот помню свой первый проект, когда, ну, один из первых, там, второй или третий, в общем, мы когда делали, я набрался смелости и показал свою работу, я работал тогда в компании, нашему главному архитектору. И он разнес эту работу в пух и в прах, объяснил, почему то, что я сделал, это никуда не годится, и это просто, ну, отвратительно. Вот. И он аргументировал все это дело. На меня это произвело очень серьезное, неизгладимое впечатление, не в плане того, что вот я закрылся и, ой, я творческой личности, меня начали критиковать. Я не знал, что я творческая личность тогда, и не знал, что я должен обидеться на это дело. Я, наоборот, воспринял это, как мне кажется, сейчас очень-очень правильно. То есть я настолько воодушевился то, что наконец-то кто-то мне сказал, не молодец, как ты красиво рисуешь, а посмотри, какая фигня тут творится. Я объяснил, почему. И именно в этот момент я вдруг понял, собственно, как надо делать. И дальше я буквально за неделю сделал весь дом. У меня был дом тогда деревянный, я делал. Не деревянный, вернее, а монолитный, ну, в таком шале стиле. И я его весь делал, и он получился изумительным. Вот. С тех пор я, собственно, понял, как все это делать. Ну, ладно, сейчас еще много, о чем можно рассказать. Давайте вернемся, наверное, к работе, а то и тут можно на сутки уйти. Так, начну, вернее, продолжу показывать вам работу. Да, если есть какие-то вопросы вдруг по этой теме, ну, к примеру, если вас волнует именно этот момент, то, что я сейчас обсуждаю, касаемо таланта, то, или у вас есть какие-то возражения, вдруг расскажите, ну, я сейчас тоже на них отвечу. Потому что я, у меня на самом деле нет профильного образования дизайнера, и к чему я вообще это говорил, к тому, что многие приходят в дизайн, потому что есть талант, и талант надо развивать. То есть будет преступно по отношению к себе не развивать то, что вам нравится. Мы занимаемся этим всю жизнь. Я, когда это понял, что дизайн – это мое призвание, и работа в дизайне, создании чего-то, это тоже мне очень нравится, мне это очень хочется, когда я начинал делать проекты, и они у меня стали получаться, я понял, что в этой теме надо разбираться более глубоко и собирать, что самое главное нам нужно сделать, если, как только мы понимаем, что мы готовы, у нас есть талант в этом направлении, нам нужно получить какую-то систему. Система сбора последовательности работы, то есть как идет работа, понимание, какие материалы есть. Естественно, материалы видения очень важны, да, чтобы понимать, как мы работаем. Когда нужно укладывать пол, когда нужно укладывать плитку, чем плитка отличается от керамогранита, от мрамора, от других элементов, сколько стоит. Это все элементы пазла, элементы пазла, которые нам надо собрать. То есть глобально есть несколько важных тем, которые должен изучить любой, в принципе, человек, даже если вы сами делаете себе дом. Кстати, таких случаев тоже очень много, когда люди сами себе делают дом, и у них неплохо получается. Но если бы у них была система, если бы у них был дизайнер или архитектор, который бы подсказал им какие-то базовые вещи, у них бы получилось в разы, в тысячу раз лучше, потому что вкусы, ну, не у всех есть. Вкус надо развивать, естественно. Так вот, что должен знать всего дизайнер? Ну, мы видим это на картинке практически. Нам нужно знать последовательность работы, что сначала мы собираем техническое задание с клиента, понимаем, что он хочет, потом придумываем концепт, образ. Для этого дела можно использовать чужие картинки, просматривая их, но не копируя, а собирая какие-то идеи из этих картинок. Таким образом мы делаем такой общий мудборд и с ним начинаем работать. Дальше нужно планировки, светодизайн, видите, здесь со светом тоже работа интересная идет. Нужно знать, какие материалы есть, как их использовать, как чертить и как делать визуализацию. Вот есть некоторые вещи, которые касаются самого дизайна, самого процесса, самой работы. Это нам творчество, да, абсолютно точно нужно знать. Есть вещи, которые можно делегировать. Это визуализация и черчение. И, естественно, сначала нужно самому постараться это сделать, потому что любой дизайнер должен сделать проект от начала до конца, чтобы выполнить эту функцию и быть спокойным, что да, я могу. Но в дальнейшем, как показывает практика, успешный дизайнер и архитектор, они все делегируют часть работы. Ну, в дальнейшем, опять же, это не в самом начале. Поэтому вначале мы все сами делаем, а потом настраиваемся на том, что, допустим, чертежи будет чертить помощник и визуализацию делает тоже помощник. Визуализацию окончательно, потому что саму модель мы можем либо рисовать от руки сами, ну, руками, на бумаге, либо на айпаде, кому как удобно, либо строить в 3дмаксе. То есть я вот строил в 3дмаксе, работа в 3дмаксе очень классная, потому что вы сразу же строите объем. Вот все вот это дело можно построить в объеме и посмотреть, как будут отражения, как будет свет идти, что вот блик такой будет красивый. То есть это все можно понять, просчитать. И клиент это достаточно быстро согласовывает. Ну, при том, что касается вот этого интерьера, вообще вот этого проекта, у меня была такая проблема, что клиенту, ну, цвет что-то не нравился, цвет стен. Хотели, ну, непонятно был какой, то ли бежевый, то ли еще какой-то, в общем, я уговаривал сделать его достаточно простым. Что мы сделали? Мы сели просто у нас в офисе, я выделил эту область просто в фотошопе, и мы стали красить ее прям по месту. И буквально за 5 минут согласовали на то, что не могли согласовать достаточно долгое время. Вот, это тоже очень важно, то есть самому надо тоже уметь все это делать, уметь визуализировать свою идею. Достаточно такой простой современный интерьер, ну, вот, кстати, визуализация пошли, да, вот эти визуализации помогали нам делать тоже наши выпускники, мы учим ребят делать визуализацию такую качественную, ну, и вот эта картиночка, да, эта фотка, как уже получилось. Вот здесь, кстати, была такая небольшая проблема, если я правильно помню, здесь клиент купил кирпичик сам, вот этот, и кирпичик получился, ну, такой, колхозненький немножко, то есть у него рисунок повторялся. Единственная возможность его как-то спасти было покрасить его просто белой краской. Поэтому такие вещи тоже дизайнер должен знать, предвидеть, понимать, что клиент может купить что-то не то, и что-то с этим нужно делать, и какие-то способы вот такие, это тоже касается к материаловедению и к пониманию, какие вообще пазлы есть, из чего можно собрать дизайн. Вот таким образом мы все это дело собираем, там, шаг за шагом. Вот тоже интересное. Виктория Дворожанская делала, украинская девушка. Вот такой вот интерьер, да, и вот построили, как получилось. Ну и фасад. Да, по фасаду, давайте сейчас в завершении показа уже этого проекта расскажу тоже одну важную вещь. Фасад мы тоже, естественно, делали, он был в коробке. А, ну вот, вот так вот оно было, да, вот этого здания вообще не было, было пустое. Вот мы ввели весь проект. Вот, что я хотел показать. Иногда дизайнеру интересно продать и придумать какие-то свои решения. Это тоже может быть творческий такой элемент нашей работы, потому что, ну вот что мы сделали? Мы напилили вот такие вот, по сути, из бруса, да, от фото-производства, взяли их, напилили на такие кусочки. И что это такое? Это была форма. С помощью этой формы мы сделали интересную штуку, вот такую вот отлили, формочку, да, получается. И дальше мы продали клиенту идею вот этого профиля. Сейчас я покажу такого. Вот он. Мы его отлили и на него наклеили интересные такие, сейчас покажу, в чем суть. Вот, видите, такие шашечки. Это шашечки, это нержавеющая сталь, и она светится очень красиво в зависимости от солнца. То есть, есть вроде как и рельеф, да, и плюс такие вот звездочки. Вот они. Очень красиво получилось, и вот эта вот вся штука, она такая добавляет дополнительный наряд дома. И мы продали эту идею клиентам. Понятно, что мы здесь сами занимались, получается, таким производством вот этого всего вопроса. Но, если мы придумали эту идею, мы его платили. Во-первых, это не просто купить там где-нибудь в Италии или заказать у кого-то вот эти элементы, а это все-таки самостоятельная работа. Такого больше ни у кого нет, это уникальная история. А это очень важно. Дизайн должен быть уникальным. Ну, тогда он становится таким качеством и крутым. И мы на этом тоже заработали. То есть, мы, продав всю эту стройку, соответственно, использовали это все в работе. Да, ну, здесь, кстати, были ошибки. Тоже хочу показать, на что должен обращать внимание дизайн. Давайте покажу. Хорошая у меня здесь подборщика по этому проекту получилась. Вот, мы, в принципе, на такой завершающей стадии. Смотрите. Вот что происходит. Вот как работает и что делают строители. Вот такое бывает и в жизни. Ответственность ли это дизайнерам? Нет, это не ответственность дизайнера, это ответственность строителя. Но на авторском надзоре мы, может быть, должны это увидеть и показать. В принципе, для этой цели можно нанимать тех надзоров, которые будут все это дело ходить и смотреть. Но вообще и дизайнер тоже должен это увидеть, ну, посмотреть и сказать, что ребята исправят. Притом, еще одна очень важная вещь, мы это говорим не строителям. Со строителем мы здесь, в принципе, можем и не общаться, если они не наши. Ну, в данном случае были строители, мы генподряд делали, поэтому, как бы, мы с ними работали, мы им ставили задачи. А вообще, в стандартной ситуации дизайнер не должен за это отвечать, за это должен отвечать строитель. И дизайнер может только составить список. Как мы делаем? Мы обычно на авторском надзоре все это дело фотографируем и просто отправляем клиенту в письме с пометками, да, что вот стык переделать, ну, или даже мы не указываем, что переделать, мы говорим, что это стык неправильный, что-то надо с ним делать. Если клиент сам нанимал строителей, в этом случае, ну, клиенту приходится, ну, с ним взаимодействовать. Как правило, он берет просто наши указания и отсылает, и им они правят. То есть, это список недоделок. Дальше, вот смотрите, что происходит. Дверь заливает мрамор, а косяк мраморщиков не зашлифовали. Вот, когда мы открываем дверь, мрамор должен быть по уровню. Но здесь, кстати, непонятно, чей косяк, может быть, и не мраморщиков. Нужно уровень смотреть, нет ли там выпуклости. К примеру, вот у нас мы делали пол сейчас и в помещении. Там был кирпичик на полу. И получилась такая сложная конструкция, что выпуклость получилось в одном месте, а в другом месте просто ниже. И, типа, никак избежать нельзя было, не уничтожив стену. То есть, там стена еще была, я покажу потом, чуть попозже. Кто у нас будет учиться, приедет нам в офис, это у нас в офисе сделано. Та стена, от которой, кстати, за мной. Вот. И там, где вот цветы вдалеке стоят, там небольшое углубление. Просто потому, что вот та стенка, которая за нами была, она не совсем ровная. Вот, ну, тогда они проследили. В общем, косяки, они бывают чаще всего, и мы их никак не избежим, они бывают всегда. Как-то не смотри, как-то не контролируй, то есть, как-то там не старайся, все равно работают люди, работают строители, и чаще всего мы сталкиваемся с такой ситуацией. То есть, они не отказываются, говорят, да, давайте будем ломать всю стену и переделывать ее, всю стену. Но ты понимаешь, блин, что сейчас у нас все это дело затянется еще там на три года, и, конечно, это не хочется. Клиенты тоже это не хотят. И, как раз-таки, задача дизайнера в этом плане найти компромисс. Дизайнер может это сделать. У нас очень часто бывает так, что какие-то ошибки либо строителей, либо, ну, какие-то, что-то купили не то, либо что-то пришло не то, либо вылезла какая-то балка, вот демонтаж делали на доме, вылезла какая-то балка лишняя. И именно вот эти всякие непонятные штуки, они дают, казалось бы, сначала вредные, да, то, что нам все портят, но они дают какие-то очень интересные решения. И вот умение найти это решение, умение в обход всей этой истории найти что-то интересное, оно тоже очень сильно мотивирует, оно очень сильно помогает дизайнеру в творческом плане. Так, ну вот видите, это совершенно стандартная частая история, когда там швы, свет когда ставят. Ну, это, кстати, нужно знать эксплуатацию, да, вы видите, что здесь не учел не дизайнер, а строитель. То есть свет должен быть направлен не сюда, на нас, а вверх или вбок, чтобы была равномерно рассеивающаяся поверхность вот такая, да. Как устанавливать свет, в принципе, вы тоже можете это не знать и не говорить, но если вы знаете это и скажете, ну, или проконтролируете, то это будет неплохо. То есть чаще всего сначала сделают все не так, а потом вам надо будет прийти и поменять какое-то местоположение. Ну, вот здесь вот поцарапали, по-моему, да, да, поцарапанная деталь, очень часто царапают некоторые вещи. Вот абсолютно тоже стандартная история, когда не параллельно просто крепление, не по оси. На это тоже всегда стоит обращать внимание. Одна из таких ключевых тоже проблем, которые возникают всегда на стройке, ну, абсолютно всегда, когда у нас те вещи, которые не были указаны на проекте, это могут быть розетки, привязки, вентиляция, какие-нибудь крепления, стыки, узлы, приходят подрядчики и делают на свое усмотрение. Ну, вот как захотели, так и сделали. И получилось, естественно, все очень плохо. Давайте я зачитаю некоторые ваши вопросы. Знакомы ли случаи, когда этим стали заниматься в возрасте 50 лет? 50 лет... Ну, у меня были, наверное, 2 или 3 студента примерно в таком возрасте. Точно не скажу 50 или не 50, но от 40 до 50, наверное, точно вот где-то такой. Может, не знаю, я не спрашивал о возрасте, визуально просто по фотографии как-то могу оценить. Ну, да, наверное, почему. То есть, возраст, он все-таки, мне кажется, опять же, я здесь не специалист биологии или еще чего-нибудь, мне кажется, возраст в голове, и человек 50, 60, 70 лет современной какой-то медицины, если он современно мыслит, то он может совершенно нормально, адекватно работать. То есть, я вот знаю, замечательный архитектор такой есть, может быть, тоже знаю, Татан Кузимбаев. Ну, вообще, многие архитекторы, они на самом деле уже в возрасте скрываются, ну, и это очень круто. Поэтому не могу точно ответить, могу сказать, что знаю разные случаи, и возможно, да, но у вас лично может не получиться, а может и получится, я не знаю, вот это точно. Я учился в колледже дизайна, с нами вместе учил женщин 40 лет, ну, вот, да, так, поздно не бывает. Дальше. Да, был период, когда стала думать, а есть ли талант, куда я иду, но прочитав статьи, посмотрев видео, поняла, что это глупый вопрос, главное желание. Абсолютно точно, желание и усидчивость в плане, знаете, такое даже не то, что желание, желание – это все круто, но желание, оно как бы вначале есть, давайте про мотивацию еще поговорим, это очень, на самом деле, важный вопрос. Желание, оно есть вначале, оно вот прям все, мы будем начинать, мы будем работать, и у нас все получится, но на одной силе воли, на одном желании не уедешь. То есть, тут должна быть какая-то, не знаю, действительно, упертость, и будет сложно, ну, то есть, в некоторых местах точно будет сложно, и будет сложно так, что захочется опустить руки, это точно могу сказать. Я помню такие моменты, когда я делал проект, у меня клиенты, какие-то клиенты принимали с первого раза, я приносил все, просто посмотрели черновики, они говорят, да, все нормально, так и строим. Я, конечно, прифигел немножко, говорю, да нет, давайте только черновик, не-не, говорят, все, вам нравится, все отлично, что переделают, все нравится. И так и построили, на самом деле, интересный такой проект. Странноватый, конечно, получился, но уже сейчас, тогда он был нормальный, это было очень давно. Вот, а были клиенты, которым я проносил по 4, по 5 вариантов, и все не то. Вот, все не то, и уже руки, конечно, опускаются, когда понимаешь, ну, наверное, действительно, ты какой-то не такой. Нет, ты такой, все нормально. В чем вопрос? Вопрос чаще всего возникает, сам дизайн и вообще самая работа, она не сложная. Ну, то есть, ничего сложного нет, абсолютно ничего сложного. Нет какого-то там супертворчества, супер вдохновения и всего остального. Сейчас я расскажу, как творческий процесс идет, как это вообще работает. Это, кстати, вот, это не я придумал, это я заметил просто, и подтверждение этому есть в большом количестве исследований, книг, я уже читал ни в одной книге, ни в одном материале, что именно так и работает. Как приходит вообще вдохновение, как работает? Мы должны знать полностью процесс, то есть, от начала до конца, что нам нужно, что мы хотим. Мы должны полностью знать задачу. Задача – это техническое задание, то есть, мы должны понимать нашу цель, к чему мы идем, что клиент хочет первое, второе или третье. Если очень часто дизайнер на первой самой встрече, на первоначальной этапе работы, он не дорабатывает свою часть. Что это значит? Он не собирает до конца информацию, которая необходима, и думает, ну ладно, типа я пойду придумаю, принесу с клиентом, и мы обсудим. Это грубейшая ошибка. Я ее тоже делал, ее делают, наверное, 99% людей или 100% людей. Это прямо стабильно и стандартно. Ни в коем случае нельзя, услышав какие-то там примерные идеи, пойти начать творить, а потом приходить с клиентом. Вернее, можно, но тогда мы работаем как в лотерее. То есть, хороший клиент, все ему нравится, он не конфликтный, он все принимает. А плохой клиент, сложный, который не может принять решение, которого сложно прочитать, он будет вас мучить всю жизнь и будет прав. Что здесь должен сделать профессиональный дизайнер? Мы тоже не сразу до этого дошли, но как только дошли, мы придумали тему с техническим заданием. Вот, кстати, на этом проекте первый раз я сделал, вот, который я сейчас вам показывал, в Millennium Park. Именно там я первый раз сделал техническое задание так, как вам рассказываю. Выглядело оно, как сейчас помню, на 9 страницах, оно было сделано в автокад, и я просто собрал все те мысли, которые мы обсуждали с этим клиентом, да, все, что ему нужно, я собрал на 9 листах, а третьих. И пошел именно с этими листами, а не с какими-то уже работами, согласовывать с клиентом. И это было, ну, просто феноменально, это было очень круто, потому что мы по этим 9 листам сделали вместе с ним концепцию, как бы поменяли те вещи, которые мне нравятся, сделали так, чтобы это было, ну, правильно и хорошо. И, по сути, мы пошли в работу не с первыми нашими мыслями, а уже с уточненным заданием. И теперь каждая наша работа, она, и я так тоже учу, это очень важно, нужно, чтобы у нас было понимание задачи. Это техническое задание, конечно. Чтобы сделать техническое задание, нужно пообщаться с клиентом около 3 часов, посидеть, вот, и поспрашивать вопросы. У нас анкета около 300 вопросов, нужно внимательно все это дело скрупулезно записать и понять. Темнеет. Так вот, когда у нас есть анкета, когда у нас есть понимание задачи, то, еще раз говорю, с чем, что забывают 99% дизайнеров вначале, ну, или делают это не полностью. Когда мы точно знаем, что нужно, когда у нас это записано на бумаге. Второе, что нам нужно знать, это элементы. Вот то, что я сегодня уже рассказывал, это элементы пазла, какие у нас есть кубики лего. То есть, у нас есть материалы, инструменты, у нас есть свет, у нас есть эффекты, которые мы хотим достичь, у нас есть знание композиции, у нас есть нормы, технические условия, ограничения, инженерные какие-то вещи. Очень-очень много всего нам нужно знать. То есть, это нужно загрузить в голову один раз. То есть, нельзя со справочниками сидеть. Нам нужно уметь вертеть в голове все эти элементы. Соответственно, нам нужно загрузить туда их. Чтобы их загрузить, недостаточно просто прочитать. Это как стих. Вот мы берем, в школе учим стих. И чтобы его выучить, нам надо его несколько раз прочитать, проговорить, запомнить. И потом он уже будет у нас в голове, в мозгу. Также здесь. Нам нужно не только один раз посмотреть какие-то красивые работы. Нам нужно понять, почему они так сделаны. Нам нужно понять задумку автора. Нам нужно запомнить, что да, вот в этом случае в ванной у нас неплохо на полу, на потолке был, допустим, потолок с покраской, либо наоборот купольный потолок, почему так было сделано, либо потолок с подшел. В общем, понять вот эти вот все идеи. И загрузить, какие бывают варианты. Тогда у нас есть, когда мы все загружаем, по геометрии я могу сказать, это 400 примерно, 400 решений. Это мы проходим, вот у нас есть специальный курс в рамках курса дизайна по интерьеру. Это четвертый модуль. Это курс, где мы 400 элементов пазла разбираем по геометрии. По цвету дизайну их, наверное, около 70-80 разных решений есть. По цветам не так много, но вот мы для себя выбрали ограничения в этом плане. То есть есть большое количество комбинаций по цветам. Есть целые книги, до этого посвященные, когда мы можем синим, красным, абстракцией работать. Там компонарные цвета, наоборот, цвета инвертные. И это большая-большая история, большая теория. То есть мы для себя в цветах выбрали ограничения, потому что мы не делаем цветастые интерьеры, мы делаем интерьеры, основанные на стандартах. Не на цветах, а на архитектуре, а цвета у нас только природные в основном. У нас никогда не бывает синей стены какой-нибудь, красной стены, еще чего-нибудь такого. Слишком сложных цветов у нас не бывает. Поэтому в нашем случае это не так много. Ну, наверное, давайте еще 40-50 каких-то позиций. В случае, если вы, наоборот, цвета любите и хотите с ними работать, то у вас добавится вот еще знание вот этих вот сочетаний по цветам. Что у нас еще? Инженерные системы. Всего есть около 10 инженерных разделов, которые надо знать, но не полностью, а принципы работы. То есть как работает вентиляция, как работает канализация, что можно, что нельзя делать. У нас есть ограничения по техническим условиям, по закону, потому что в квартире есть ограничения по мокрым зонам, по сносу стен и есть в доме этих ограничений меньше, но они тоже есть, но там они преодолимы. В доме мы можем пригласить конструктора и снести к чертову какую-нибудь стену несущую. Это можно сделать или пристроить кольцо. И чаще всего, у нас тоже в 90% случаев мы, когда беремся за дома или за таунхаусом, мы меняем геометрию, архитектуру. Для этого знаний дизайнера недостаточно, то есть вы должны знать тоже границу. Для этого нужно знание архитектора и конструктора. И нет ничего зазорного и плохого в том, что вы пригласите специалистов-смежников. Вообще это, кстати, очень важная часть нашей работы, когда мы приглашаем специалистов-смежников для работы. Мы работаем, если взять идею с фильмом, мы как режиссер. Режиссер знает задумку, режиссер в голове все, что должно быть, он отвечает за проект. Плюс у него есть оператор, это его руки, в нашем случае это, допустим, визуализатор и чертежник. У него есть костюмер, или кто там у них еще есть, художники, кастинг кто проводит. Вот у нас точно так же есть люди, которые нам помогают. И в одиночку проект можно делать, но до каких-то определенных обстоятельств. То есть как только у вас возникает вопрос инженерии, не надо выдумывать, не надо думать, что самый умный. Даже если ты самый умный, если у тебя предыдущее образование конструкторское, ну, к примеру, у меня образование предыдущее, основное базовое, я инженер-конструктор. Но я никогда в жизни не буду советовать клиенту там что-то снести или убрать, не потому что я не знаю, то есть я могу это знать даже. Но я не имею на это права. То есть если я не выполняю роль конструктора, должен быть отдельный конструктор, который сделает проект, который все посчитает, учтет. Вот просто так нельзя это делать. Так же и с архитектурой. Если вы лезете там в фасады и меняете облик дома, лучше, чтобы человек был знаком вообще с архитектурой, знал там историю архитектуры, знал стили, знал как это все соединяется, как работает. Много-много есть вещей, которые дизайнер не знает в силу того, что он работает внутри. И он может опять же это все знать, он может книжки почитать, но у него не до конца будет опыта в применении. Поэтому очень важно понимать, где наша работа начинается и где она заканчивается. Так же с декорированием. Ну то есть я не очень люблю тряпочки, шторки и все, что с этим связано. Но это не значит, что в интерьере этого не должно быть. То есть если нам нужно подобрать какие-то арт-объекты либо обрамление картин, мы идем к художникам или идем к галеристам. Если нужно где-нибудь найти какие-нибудь уникальные предметы антиквариата, то мы идем к антикварщикам. Если нужно шторы сделать, мы идем к шторщикам. Мы как дизайнеры отлично справляемся с пониманием задачи и с общением с клиентом и с созданием внутренней среды обитания, материала, свет, логика переходов, все вот это. И это большой плюс, то есть не надо пытаться объять необъятное, это невозможно. То есть через 20 лет опыта, если вы будете со всеми заниматься, возможно вы будете делать все, вот все, что я сейчас рассказал, и архитектуру немножко, и инженерии немножко, и тряпочки, и ездить там с клиентом по выставкам и все это подбирать, и будете вести один проект, и будете все это делать одинаково плохо, потому что невозможно в современном мире все очень быстро меняется, нужно иметь какую-то общую специализацию и в ней развиваться. Потому что взять любую тему, там умный дом, кинотеатр, то есть это огромная большая индустрия, вот посоветую попробую клиенту умный дом или кинотеатр, даже если ты принципиально разбираешься, а это нужно делать, все равно есть куча-куча нюансов, которые знают только те люди, которые каждый год посещают выставки, читают специализированные журналы, сами там пишут эти журналы, то есть это большая индустрия, и так в каждой, в каждой детали. Вот не надо думать, что самый умный, нужно не стесняться приглашать людей в свой проект, и для этого мы сделали в том числе и студию, в одиночку проекты получаются прикольные, но еще интереснее получается, когда у вас есть хорошая команда профессионалов, с которыми можно посоветоваться. Так вот, возвращаясь к инженерии, мы должны знать, это еще один элемент, я не знаю, заметили, не заметили, сейчас пытаюсь вас немножечко назад вернуть, мы сейчас говорим о том, как творчество делать, как оно происходит. Так вот, еще один элемент, четвертый, по-моему, или третий, это инженерия, свет, материалы, последовательность работы инженерии. Мы должны знать принципы работы в каждой из десяти вот этих областей, и зная эти принципы, мы можем учесть их в дизайне. Дальше, когда мы все это знаем, когда у нас понятна задача, в принципе, у нас работа и вообще придумывание всего интерьера происходит в момент, когда у нас в голове все это загружено, мы садимся и начинаем руками что-то рисовать. То есть у нас есть план, у нас есть идеи, которые мы хотим воплотить, у нас есть ограничения, которые мы знаем по законодательству, ограничения, которые мы знаем по дому, и желание клиента, и куча-куча информации в голове, которую мы должны применить. И мы начинаем работать, мы начинаем как пазл двигать все эти вещи и знать, что можно делать, а что нельзя. И у нас должен быть какой-то инструмент, с которым мы можем работать. Кто-то делает это на бумаге рукой, рисует по плану, кто-то это делает на компьютере в объеме, потому что вот по-хорошему лучше, конечно, в объеме, ну в плане лучше, потому что вы видите больше. Это лучше для новичков, могу так сказать. Почему? Потому что когда ты архитектор, или когда ты умеешь читать планы, когда ты рисуешь на плане что-то, ты уже сам в голове представляешь, у тебя есть вот этот шестой модуль, да, третье измерение, оно у тебя само строится. Но оно есть не у всех. То есть если ты не инженер, если у тебя нет вот этого абстрактного мышления, то ты по плану ничего не поймешь. Ну а дизайном-то быть хочется, правильно? Здесь нам приходит на помощь 3D-модель, 3D-построение. Вы можете либо макетировать что-то сами, но это долго и в принципе это такая отмирающая история. Можете взять 3D Max, там скетчап, автокад, трехмерный, что угодно. И посмотреть, когда вы рисуете план, как у вас будет стыковаться, что здесь важно. Важно понять, что у вас есть проем, допустим, вот мы на плане берем, это просто вот такое вот отверстие, а в 3D оно будет вот такое, P-образное. И соответственно, нам важно понимать, как вот эти точки будут соединяться с геометрией, с потолком. Вот это важно понимать. И не то, что понимать, понимать-то мы можем, нам нужно убедиться, что это все работает. Давайте я покажу на примере, как это происходит и почему это важно. Так. Я вижу, да, у вас вопросы есть, я сейчас на них отвечу. Ну, к примеру, вот давайте возьмем чего-нибудь. Ну вот, давайте, вот, смотрите, это спальня, да, как мы ее строим. Для того, чтобы понять, что, как ее построить, нам нужно модель, естественно, построить. Вот смотрите, очень важные вещи. Вот здесь вот сбоку, видите, это для штора оставлено пространство. То есть мы знаем, что здесь будут шторы, мы знаем, что вот это все опущено для чего? Для вентиляции, вот она у нас система. Мы знаем, что у нас система вентиляции находится в санузле. Сейчас, где она там у нас? Вот, вот здесь. То есть здесь потолок опущен и сделан деревянный не просто так. Это не просто так дизайнер захотел. То есть любой дизайн – это решение задачи. В данном случае у нас задача была здесь разместить на потолке систему вентиляции, которая будет снабжать весь дом воздухом. Дальше нам нужно было вывести вот сюда, а здесь мы можем это сделать, потому что у нас как бы спальня, вот она, ну, самое место для спальни, а здесь у нас как бы проходная зона, и мы как бы делим, получается, вот вход в санузел. То есть у нас как бы и видно, да, но и не видно. Это вот решение такое получается. Оно не просто так вдруг получилось. И вот что важно, когда мы ведем вентиляцию вот сюда, нам нужно понимать, как она будет работать вот здесь. Что здесь будет вот такой вот портал, опуск, да, вот этот, и важно понимать, что вот здесь будет у нас для шторка какое-то место. И важно понимать, как вот эта вот часть потолка, мы же на плане вот этот потолок не видим, кстати, да, вы видите вот этот потолок, здесь мы видим в 3D, а на плане мы его не видим. То есть опытные дизайнеры-архитекторы умеют это делать, а неопытные не умеют. То есть если вы никогда не обучались в художественном либо в архитектурном, либо в каком-нибудь конструкторском институте, то вы этого тупо не знаете. Вы не знаете, что бывает вот так, что оно идет. Поэтому, когда вы построите все это дело в модели, допустим, вы увидите, что почему бы нам тут плоскость не добавить. Откуда вы узнаете об этом? Вы узнаете об этом, что вам нужно сделать освещение. У вас задача, кроме геометрии, сделать освещение. И вы будете знать, что, опять же, из опыта, что освещение бывает каким? Бывает общим, бывает функциональным, бывает акцентным и бывает декоративным. И вам нужно, чтобы все эти типы освещения были в каждой комнате. Поэтому, вот у нас общее освещение для люстра. Также у нас общее освещение боковое, потому что только вот это вы знаете, что оно не справится. Совсем лучше, чтобы оно еще было боковое. Оно может быть как декоративное, так и общее. В данном случае это и то и другое у нас. У нас есть вот здесь еще освещение, такое получается акцентное. Оно идет на, ну можно сказать, и общее тоже акцентное. Оно идет вот сюда за вот эти споты. Они отделяют, как бы вот ту зону коридорчика можно включить. И у нас есть еще вот прозрачная дверь в ванную комнату. Она тоже дает свет. Дальше. Вы все это знаете, вы все это построили. И в 3D вы уже видите, как это получается. То есть, по сути, вы модулируя в 3D, настраиваете и наславиваете кубики на кубики. У вас получается многогранное вот это пространство. Это прикольно, это хорошо. Но проектировать все это дело можно и в плане. Для этого мы делаем план пола, план мебели, план потолка. Иногда делаем развертки и понимаем, как это все работает. Можно и так, и так. Здесь нет, если есть абстрактное мышление, вы можете в развертках это все придумать, то отлично. Если нет, то учиться не нужно. Нужно учиться либо рисовать от руки, либо осваивать программу и все строить в программе. Мне нравятся 3D Max и подобные программы, потому что мы можем без детализации построить, в принципе, достаточно точную модель. Дальше, если нам нужно сделать уже качественную работу для портфолио, мы берем отдельного визуализатора и он нам помогает все это дело воплотить в жизнь. Ну, такая история. Давайте я почитаю ваши вопросы. Много чего есть рассказать, конечно. Мы только начали, уже почти час прошел. Ну, ладно. Так, на чем мы остановились? Какие программы нужно освоить для визуализации проектов? Ну, я бы рекомендовал освоить всего одну программу. Это 3D Max. Это программа такая, как называется, стандарт-профессия. То есть, не нужно ничего другого, только 3D Max. Более того, 3D Max сейчас выдается бесплатно. Раньше он денег стоил. Нужно было там скачивать либо демо-версию, либо еще какие-то варианты искать, либо обновлять компьютер, да, когда лицензия слетит. Сейчас он выдается на сайте Autodesk любому человеку на 3 года. Лицензия такая, как бы студенческая, да. То есть, если вы работаете, вы можете скачать, я вот так сделал, последний 2018 Max. Он, ну, неплохой, хороший даже, можно сказать. Его там интерфейс можно подстроить, как в предыдущем, упростить, да, немножечко. Это тоже очень важно. И в нем вы можете спокойно работать, ну, 3 года, потом переустановить, например. Никаких проблем в этом нет. Поэтому используйте 3D Max, бесплатное решение, хорошее. Ну, естественно, если вы работаете в какой-то компании, либо фирме, ну, либо по-хорошему, конечно, вы должны купить все это дело. Он стоит достаточно дорого, по-моему, 100 тысяч или сколько-то. Вот, или по подписке. Но, в принципе, для обучения вы можете скачать его и использовать. Ничего другого не надо. 3D Max, огромное количество библиотек, огромное количество моделей, профилей, плинтусов, все есть. И эта программа достаточно простая. То есть, она визуально очень сложная, пока ты не понимаешь цели и задачи. Как только ты понимаешь, что тебе нужно из нее, а что не нужно, то ты осваиваешь эту программу за один месяц. То есть, у нас уже вот более тысячи человек, тысяча, вдумайтесь, выпускников, освоила 3D Max, ну, за месяц, от начала до конца, для того, чтобы делать, не 3D Max от начала до конца, а для того, чтобы делать вот такие картинки красивые, как висят на нашем сайте. Абсолютно несложно, если ты отсекаешь лишнее. У меня, я когда делал этот курс, я разбил все занятия на 21 день, всего 21 день. И тебе каждый день надо сделать небольшое упражнение. Все, а потом все это дело соединяешь, и все отлично. Я рекомендую посмотреть, у меня есть на YouTube-канале, базовый 3D Max, бесплатный курс на 7 дней, вот увидите, как там все достаточно просто. Все работает, и ничего сложного там вообще нет. Хочу обратить, да, если сразу же, раз уж речь зашла про 3D Max, хочу обратить ваше внимание на то, что очень многие... Я не знаю, кстати, почему, откуда это идет, то есть почти все уроки или какие-то материалы, какие-то учебные курсы, которые я видел другие, помимо того, что я даю, они учат очень странно моделировать, моделировать полигонами поверхности. Есть более изящный и простой способ, где вам не нужно ничего знать, вам нужно знать там две команды. Это Line, Profile и BL Profile. Line, Extrude, BL Profile. Все. То есть это там три команды, с помощью которых вы можете построить любой интерьер. Очень... На многих курсах начинают грузить там большим количеством разной информации, лишней, просто там по 10 каких-то модификаторов, чтобы сделать окно, тебе надо там как-то ковырять его сбоку. Это все не нужно. Это все делается настолько элементарно, простыми двумя инструментами. Я вот в этом 3D Max рассказываю, собственно, как это делается. Line, Extrude, BL Profile и Boolean, допустим. Все. Больше ничего не нужно. Импорт, экспорт. Очень просто, очень быстро делается все комнаты, когда ты знаешь, какие кнопки нажимать. Поэтому один раз нам стоит заморочиться, один раз один месяц изучить. Ну, я изучал эту тему, наверное, лет 5, наверное. Прям каждый день я очень... И мне нужно было очень быстро делать. У меня нужно было... Были деньги, и я там по нескольким проектам делал, ну, за день. Очень нужно было быстро. И скорость была очень важна для меня. Поэтому вот я все оптимальные способы нашел работы и с удовольствием делюсь ими вами. То есть есть много разных других способов. Можно делать качественнее, можно делать более замороченные, можно делать какие-то камеры ставить, наезды. То есть картинки можно делать вообще идеальными, да, там, очень красивыми. Правда в том, что это не нужно. То есть для работы с дизайном достаточно тех работ, которые я выдаю. И даже они, может быть, избыточные. Дальше я уверен, что вот SketchUp, сейчас, говорят, вышел в 2018, там вот уже вроде как все встроено, все сделано. Я еще не открывал, не смотрел, но вот скоро мы, может, тоже посмотрим. Полезная штука будет, потому что позволяет вместо двухмерного автокада все это дело чертить. Revit еще есть, но это сложная такая история, Revit. Потому что, ну, во-первых, очень сложно найти специалистов, которые будут с ним работать. И самому там, ну, тоже достаточно трудоемко обучиться. То есть на базовом уровне, я знаю, два месяца ребята обучают, наши коллеги из Украины. ArtTutters. Там, ну, достаточно это долгая внутренняя история. То есть нужен какой-то простой инструмент, который позволит быстро выпускать. Вот, в данном случае, как минимальный набор, я рекомендую этот 3D Max для понимания, как бы, самого процесса дизайна. А дальше, когда вы уже будете чертить свою рабочку, то либо это автокад, либо лучше отдать даже рабочку кому-то, профессионалу, кто это дело начертит. Ну, либо в архикаде, либо в автокаде, с технической точки зрения. Потому что технические вещи, может быть, вы тоже многие не учтете, ну, просто не обладая знаниями и опытом пока об этой теме. Но идею и концепцию, материалы и мебель вы можете в 3D Max все спокойно сделать. То есть это вот как бы с чего начинать. Какие программы нужно освоить для визуализации проектов? Сказал. Еще очень сильно поможет Photoshop, тоже очень простая программа, но очень нужная. Потому что картинки без Photoshop, ну, невозможно. Обязательно Photoshop должен быть. Так, заинтересовал материал для фасада, деревянные панели и какой-то другой материал. Деревянные панели это, это самое, просто форма. То есть мы сделали эту форму, чтобы отлить вот это вот там, видели? Пластиковая была такая форма, то есть она заливается этой эпоксидной штукой и потом по этой эпоксидной она делается, панели делаются. То есть несколько форм таких нужно было сделать. Поэтому это у нас просто как бы образец был сделан обратно, так сказать. Так, вы сталкивались с неадекватной критикой? Да, постоянно, конечно. Почему нет? Почему нет? Вас не выбивают склеи диванные критики, которые мастера лишь в одном подборе оскорблений? Да нет, у меня нет времени. Слушайте, жизнь достаточно короткая, хочется прожить ее, занимаясь любимым делом, не обращая внимания на... Люди же разные, то есть вы же не знаете, что у них там такое. То есть у них может быть зависть, у них может быть реально какое-то неудовлетворение, у нас у них там что угодно может быть. Может быть больные люди, может быть просто они, как это называется, ну просто вот они такие. Мне не сильно важно вообще, ну критика никакая, но конструктивно я всегда слушаю. Даже если кто-то негативно говорит как бы с оскорблениями, но конструктивно я всегда стараюсь понять, почему так человек говорит. И что он имеет в виду? То есть я знаю, что у меня очень много неидеального, естественно, как и у всех, есть много проблем, много ошибок. Я стараюсь расти, развиваться, конечно, где могу и как могу. Поэтому я всегда за, то есть хуже всего, когда... ну не то, что хуже. То есть я всегда вот говорю простую вещь, что ну чего хвалить-то? Хвалить не надо, не надо ждать похвалы. Вот похвалят там маму, папа, родители, кто там еще, бабушка, дедушка, дети. Это все нормально. Но в плане роста и в плане развития похвала вас никуда не двигает. То есть она говорит о том, что ты молодец. Ну как бы окей, я и так знаю, что я молодец. Куда мне развиваться-то дальше? Развиваться дальше, оно идет именно от понимания, где тебе можно улучшиться. Поэтому я бы наоборот всем рекомендовал вот как бы убрать вот это, ну немножко свое эго, свое желание быть лучше, показаться лучше. Это не нужно, то есть в целом это не нужно вообще. Оно может быть приятно, классно, каждый любит, что когда его хвалят, но надо просто понять, что ни к чему это особо не ведет. То есть ну да, испытаешь, можно конфету съесть примерно точно так же, как получить похвалу, как бы глупые калории, так же и здесь. Поэтому к критике отношусь очень положительно, очень. И вам тоже советую. А люди разные, ну если он оскорбляет, ну пожалуйста. Мне все равно. Были ли случаи, когда в середине процесса реализации проекта приходилось разрывать договор с клиентами? Да, да, был. Вот недавно случай такой был. Недавно был такой случай, когда мы делали квартиру. Она даже есть, кстати, у нас на сайте. Если интересно, покажу. Где там она у нас. Давайте покажу сразу про нее, тоже расскажу. Почему нет? Я, кстати, не вижу ничего плохого в том, что в какой-то момент вы прекращаете отношения. Это совершенно нормальная история. То есть такого, что, ой, как же так? Просто, ну все, разошлись мнения наши. Все разошлось, почему нет? Это нормальная ситуация. Ну вот, в данном случае вот такой интерьер мы нарисовали. Здесь выступала жена, супруга, да, мы работали, делали этот проект достаточно долго, около полутора лет. Ну или год, не знаю, долго-долго это было, короче, все длилось, наверное, год, да, точно. Вот. Хотелось что-то сделать поинтереснее, необычное, навороченное. И в какой-то момент у нас был бюджет определенный, да, который хотели вписаться. Ну в какой-то момент поняли, что чтобы было интересно и навороченное, нужно бюджет побольше, да, совершение побольше. Вот. И как-то вот этот момент у нас с согласованием, ну, наверное, тут есть и части нашей вины тоже. То есть мы еще не были до конца опытными здесь. И надо было, наверное, отослать все-таки и согласовать конкретно, да, что здесь, ну, двоекратное или троекратное превышение бюджета, ну, вообще по всему, да, что было. В итоге все, дизайн понравился, все классно, то есть все то, что нужно. Ну, когда стали смотреть, реализовывать, получается, что каждая деталь, там, вот эта стоит, там, полтора миллиона. Там, кухня стоит, там, еще триста, тридцать тысяч долларов. Ну, и так далее. Каждая вещь, да, она сколько-то стоит. А клиенты такие люди, что не хотят, ну, идти на компромисс. То есть не хотят сделать из фанеры, да, или не хотят делать, упрощать какие-то решения. Они хотят все дорого. Сантехнику необычную, а дорогую купить. И, естественно, на все денег не хватает. Ну, и они, и бюджета не хватает. Да, на все. Вот, соответственно, пытались как-то упростить, но не получается. В итоге сделали стены, потом все просто снесли. И я не знаю, что сейчас они делают. Но они приняли решение, что вот, ну, что-то никак вот не получается. И надо делать заново. Все делают заново с каким-то там, ну, другим, получается, дизайнером. Они им уже купили мебель. Поэтому что-то там как-то делать. Но, к сожалению, не получится вот такую крутую штуку сделать. Вот, бывает и так. Мы здесь делали дизайн. Потом мы ввели здесь управление строительством где-то полгода или чуть больше. Работали здесь строители наши, коллеги. Хорошие, хорошо сработали, рекомендую. Хорошо сработала компания Зиворов, Виктор и Зипстрой. У них системный подход. Вот, мы здесь делали комплектацию. Вот у меня девушки работали. Наша тоже выпускница. Надя Моргачева и Ольга Борисова. Вот, работали на этом проекте. Как бы тренировались, да, получается, мы вместе. Ну, и я там тоже работал как управляющая стройка, да, можно так сказать. Управление строительством. И Эмиль у нас архитектором был авторским назором. То есть, вот мы командой как бы тут работали полгода. Ну, нормально, что сделали свое дело. Потом в какой-то момент поняли, что надо расходиться. Клиенты решили поменять все. Ну, окей, это их решение. Это же их жизнь. Проект не будет воплощен такой. Но, тем не менее, от этого хуже он не стал. Он очень клевый, очень классный. И много здесь решений, которые пойдут дальше. То есть, идей здесь очень много. Это все не просто так. Поэтому это нормально, да, бывает. Почему у вас не бывает сложных цветов? Откуда эта позиция, с чем связано? Ну, это, наверное, личные какие-то пристрастия. Ну, вот посмотрите, какие у нас проекты. Вот. У нас серенькое такое все. Вот. Стул, возможно, да, какой-то здесь синенький получился. Да, видите? Вот максимум, на что нас хватает. Ну, давайте другое посмотрим. Вот, кстати, тоже неплохой дом. Его сейчас делают. Доделывают уже, надеюсь. Его была у нас Антонина Лисовская, бывшая Звягинцева. Замечательный тоже специалист. Училась сначала в колледже, по-моему, училась. Потом у нас на курсах. Она у нас есть на, кстати, выпускниках. Можно посмотреть. Инстаграм у нее есть. В общем, молодец тоже. Здесь мы вместе с ней работали. Я как арт-директор. Она как ведущий дизайнер. Ну, арт-директор, как вы понимаете, я следую за тем, чтобы все было нормально. Даю советы. А ведущий дизайнер как раз-таки следит за последовательностью. Общается с клиентом. Ну, и подбирает все. Здесь тоже нет каких-то сложных навороченных цветов. Ну, стиль у нас такой. Не знаю, вот так мы работаем. Клиенты, которые к нам приходят, они не хотят как раз вот чего-нибудь эдакого. Ну, вот максимум, видите, у нас здесь зелененькое, да, вот в комнате, это комната родителей. И синенькое. То есть, ничего такого, знаете, там, навороченного нет. Ну, вот желтенькое что-то. Вот максимум вот так. И мы стараемся цвета привносить в какие-то не сильно влажные предметы. То есть, картины, которые можно поменять. Подушки. Ну, настроение захотели. Изменить. Там, поменяли и все. Вот такая история. Что еще у нас? Ну, вот дом тоже. Тони вела. Дом на беговой. 70 метров квартира. Нужно было сделать в виде, ну, как бы, такого отельного номера. Здесь молодая семья. Они из Сибирь и иногда приезжают в Москву и не хотят оставаться в отеле. Хотят, чтобы у них была вот своя комната. Вот, кстати, не комната, а как бы квартира. Очень тоже неплохая маленькая квартира, но очень классное решение по планировке. Планировка вообще очень важная часть. Здесь прям, ну, такая вот находка. Получилось то, что удалось прачечную вот сюда разместить. Здесь у нас спальня. К спальне обязательно у нас вот есть санузел и гардероб. Это прям важнейшие условия. Всегда его рекомендуют соблюдать, когда у нас такой вот такой блок спальни. И получается, особенно главная спальня, чтобы был обязательно шкаф, либо еще лучше гардероб. И обязательно ванна. В данном случае душ. Ванна здесь не нужна была, ну, и не сделали. И отдельная зона вот такая вот тусовочная. Как правило, кухня, гостиная, столовая, где у нас все это объединено. То есть это, по сути, такое вот очень-очень хорошее решение. Гостевой санузел, ну, практически талонная такая получилась планировка, квартира. Здесь все очень-очень удобно и очень хорошо. Ну, и дизайн получился очень симпатичный. То есть мы вот стараемся использовать натуральные материалы. Мы вводим для себя некоторые ограничения. Вообще, работа дизайнера, она всегда работа в ограничениях. И вот я вам рассказывал, 400 комбинаций, допустим, есть по архитектуре. То есть какие здесь можно потолки сделать, какие там полы. Ну, как бы это минимум, да, скажем так. Если задаться целью, может быть и тысячу набрать. Вот мы используем там около 400. Цветов мы используем там условно 20. Ну, светодизайн, поскольку там тоже используем определенное количество. И мы стараемся минимизировать. То есть мы используем натуральные материалы. И потому что нам нравится, и потому что мы хотим быть специалистами в какой-то одной теме. Мы хотим, чтобы читался стиль, чтобы клиенты к нам приходили за вот примерно таким стилем. Мы его любим делать, мы его знаем, как делать. Мы знаем, какие мраморы бывают. Поэтому нам не очень интересно там разные пластики. Разные, ну, иногда применяем, конечно, но стараемся минимизировать все это дело. Когда технологически по-другому нельзя. Вот державейку любим. Поэтому, почему цветов нет? Ну, тоже ограничения у нас какие-то. Мы вот любим себе правила какие-то сделать и дальше в них следовать. Всегда должен быть формат. То есть когда формата нет, это получается балаган. И даже те... Все архитекторы, все дизайнеры, вообще все специалисты, которые работают, они, как правило, у них есть какие-то внутренние свои правила. И мы, кстати, вот тоже на самом первом модуле рекомендуем этими правилами как-то, ну, обзавестись, да, каждому человеку. То есть вы, как выпускник курса, если будете там у нас учиться, вы должны на протяжении всего курса собирать те вещи, которые лично вам нравятся. И у вас будет не тот дизайн, который я вот показываю, да, и транслирую. У вас будет ваш личный дизайн, ваш личный стиль. У кого-то это эко-стиль был, у кого-то еще какой-то, который вы будете дальше транслировать. У каждого это будет свое. Но формат какой-то должен быть. Формат в плане, почему вас будут выбирать, почему вот у вас такие решения. Видите, мы дерево любим, мы любим там всякие такие вот, подсветочку обязательно. Я буду рассказывать вот эти вещи, да, которые у нас идут, но вы можете абсолютно другие какие-то выбрать, и это тоже будет окей. Так, ну, по цветам рассказал, давайте идем дальше. Так, темнеет, ну-ка. О, светлее стало. Я тоже инженер-конструктор по образованию, вот прикольно. Посоветуйте, как правильно перенаправить клиента с вопросом, с которым, как вы отметили, лучше обратиться к специалистам-смежникам, чтобы не выглядеть дураком, и в то же время клиента не потерять. Вам не нужно отправлять его к специалисту, вам нужно взять на себя эту заботу. То есть, наша главная работа – взять заботу о клиенте на себя. То есть, клиент к вам пришел, он говорит, у меня есть деньги, у меня есть дом, сделайте мне, пожалуйста. Вы говорите очень просто, что, ну, как я говорю, да, что я не занимаюсь конструктивом, да, потому что это, ну, не в зоне моей ответственности, я занимаюсь дизайном, да, у меня как дизайнер нанимают. Но я могу это дело променеджерить, и я могу проконтролировать и сам поработать с ним. Я не делаю рабочий проект по кухне, да, потому что есть кухонщики, у них все эти запчасти, все таблицы, все это дело есть, они специалисты. Но я как дизайнер могу дать им задание и проконтролировать, делают они так или не так. Поэтому вам ни в коем случае нельзя отправлять клиентам куда-то, да, иди изучай, это типа я не делаю, отвали, нет, так нельзя делать. Вы просто говорите, что, во-первых, проект может стоить дополнительных денег, к примеру, электрический проект, проект вентиляция, он будет стоить денег на дом, и его стоит сделать. Ну, например, ту квартиру, то, что я вам показывал, там 20 тысяч рублей стоит проект вентиляции. Мы взяли у клиента 5 тысяч рублей дополнительных за менеджмент, по-моему, где-то так было, то есть это было 2 дня нашей работы дизайна, ну, по себестоимости, по сути. И заплатили 20 тысяч за проект компании, которая сделала нам этот проект. Все, у нас проект есть, с ним можно работать, его можно, этот проект, использовать в дизайне, у нас есть готовый продукт. Почему я его не должен делать? Потому что, во-первых, это не входит в дизайн проект, то есть, когда мы подписываемся на работу, у нас есть понимание, какая часть работы входит к нам в проект. А это именно визуализация, это подбор мебели и рабочий проект в плане архитектуры, ну, дизайн, архитектура, то есть, что там. Туда не входит, у меня есть статья замечательная, где я писал, что не входит, ну, на многих сайтах она размещена уже, по всему интернету она разошлась, если вы наберете в Яндексе, что не входит в дизайн проект. Найдете мою статью, там, по-моему, 15 или 20 пунктов, что не входит. И я объясняю, почему это не входит, и, собственно, вот эту статью вы можете тоже показать, что это не входит в дизайн проект. Но вы должны это сделать, если клиенту это надо. Если клиенту надо умный дом, и он говорит, я хочу умный дом, подберите мне кого-то, вы должны это сделать. Можно взять за это дополнительные деньги, но вы должны взять на себя эту ответственность. Это несложно. Опять же, как пройдет все, получается, вы работаете. Вы используете в работе типажом, пользуетесь в работе типажом личности, интересуясь этой темой, голова идет кругом, от количества классификаций кто-то делает визуал, а удивал кто-то кого, так, по темпераменту. Давайте я так скажу. Эта тема точно работает, я могу сказать абсолютно точно, есть типы определенных клиентов. Типы личности. Но, есть другое но, какую методологию использовать. То есть, есть социология, естественно, как вы говорите, у нас вот Наталья Лавейко, наш друг и тоже выпускница у нас училась. И сама она замечательный дизайнер, самостоятельный, очень долго работает. И вот у нее эта тема есть. Я сам этот курс не проходил, у меня другая немножко философия. Но проходили наши ученики другие, курс по соционике, говорят, вроде как окей помогает. То есть, многим это помогает. У меня немножко другая история. То есть, я стараюсь не подстраиваться под клиента. Я стараюсь делать так, чтобы клиент подстраивался под нас. То есть, немножко другая позиция. Вот у меня есть определенные вещи, которые я делаю хорошо. То есть, я умею руководить процессом. Я умею делать вот тот дизайн, который я вам показывал. Я умею соединить смежников. Ну, то есть, я им, когда я говорю «я», это я и моя команда, естественно. То есть, наша специализация в этом. Мы умеем делать то, что мы показываем. И есть то, что мы не умеем делать и не хотим. Мы не завозим мебель сами, мы не делаем декорирование, мы не делаем стили другие, мы не делаем цветастый интерьер и так далее. То есть, в этом плане притягиваются те клиенты, которым надо то, что мы делаем. А не просто потому, что мы дизайнеры и делаем все. И в этой позиции вам не нужно объяснять клиенту, что там, как с вами работать, как себя вести. Он будет слушаться вас. Вы будете экспертом в его глазах. Но справедливо и другое, да, когда вы продаетесь, когда вы, наоборот, вы рассказываете, что вот вы молодец, вот вы хотите, да, там имеет смысл подстроиться, когда вам надо объяснить смету какую-то, да, имеет смысл, конечно, это все дело считывать. Может быть, у меня это на интуитивном уровне происходит, но, наверное, есть тоже какие-то, ну, не на интуитивном, именно из-за опыта уже происходит. Ну, наверное, есть какие-то законы, какие-то вот науки. Я думаю, это все имеет смысл и работает. То есть, я думаю, вы тоже замечали, что есть люди определенного типа, ну, даже там по лицу иногда видно, чего от него ожидать. То есть, по первым фразам, по каким-то косвенным признакам уже видно, что от человека ожидать. Это не всегда 100%, но это всегда получается, ну, дает нам какую-то дополнительную информацию. Просто учиться считывать. В общем, в нашей практике что мы делаем? И так как у меня студия, я не могу общаться со всеми клиентами сам. Да, вот это еще очень важная вещь. То есть, если вы сами общаетесь со всеми, да, наверное, вы можете подстраиваться моментально, особенно у женщин это хорошо получается, подстраиваться под клиента и как-то вот с каждым по-своему. Это все круто. Но если у вас студия, либо если вы хотите расти, вы не можете набрать вот таких идеальных людей на должность менеджера или на дизайнера, с которыми будут работать клиенты. Вам важно, чтобы у вас был, ну, как бы обобщенное что-то, да, если вы приходите в Макдональдс, например, да, вы не можете с каждым кассиром поговорить. И Макдональдс за счет этого набирает людей, ну, не сказать, наверное, что с улицы, да, но любых, да, можно так сказать, и быстро их обучает. Когда мы говорим о дизайне и о студии, я ни в коем случае не хочу, как бы сказать, что это конвейер как Макдональдс, это просто, чтобы вы немножко поняли, что у нас будут начинающие, всегда дизайнеры, у нас будут начинающие менеджеры, которые будут учиться работать с клиентами и их задача расти в нашей компании, расти самостоятельно для того, чтобы становиться лучше. Но пока они не стали лучше, вы не можете им доверить модель работы вот через соционику, через прочтение тип личности. У вас никогда не хватит на это ни денег, ни ресурсов, чтобы таких людей нанять. Поэтому здесь мы исходим идеально, конечно, чтобы каждый человек был, каждый специалист, каждый дизайнер был психологом, который обладает всеми, всем арсеналом работы соционикой, психологией, всем остальным, но по практике такое не будет. Да и вы сами, вот, кто сейчас только начинает, но вы не сможете моментально вдруг стать суперэкспертом в этой теме. Поэтому, исходя из этого, лучше все-таки иметь некую структуру, фильтровать людей по типам. Именно не социальным, не по соционике, не типу личности, а больше по модели поведения. У нас этих моделей поведения 20. Я писал в руководство для менеджеров, и это есть у нас тоже на курсе. Есть 20 типов клиентов разных, да, у них есть свои характеристики, есть рекомендации, как с ними работать. Поэтому вы можете это все прочитать, но как бы как использовать на практике, не знаю. Может быть, кому-то соционика, может быть, кому-то вот это подходит. В общем, я могу что сказать. Тема отношения с людьми, она настолько безгранична, и ее стоит изучать точно, то есть хуже не будет. Но рассчитывать на нее тоже не всегда стоит, особенно если вы в студии работаете, у вас все-таки должна быть какая-то система. Десятки авторов и видов схем, что выбрать из... А, это вот было. А, вот что выбрать из этого, пока ничего. То есть идеально выбрать, чтобы к вам приходили, для этого вам надо быть хорошим экспертом в чем-то одном. Вот это идеальная схема. Когда к вам приходят, когда вы приходите к доктору, он не читает вас как тип личности. Ему все равно, кто вы там, Пьер Безухов или кто там, как его называют, Габен, кто там еще есть типы личности. Ему вообще наплевать. Он спрашивает, что у вас болит, и он лечит вам, дает одни и те же таблетки. Вот ваша задача, в принципе, до этого же дойти, не читать клиента, не подстраиваться, а давать решение. Я все-таки за это больше голосую. Ну, опять же, это моя такая философия. Я знаю большое количество случаев, когда работает и соционик, и все, что с этим связано. Вот Наташа Ромик, например, работает, она, они так работают, пожалуйста, по типу личности. То есть, пример, который вы показали, вы проектировали другим, допустим, потолок, скрывающий вентиляцию, но советуетесь с инженером. Я не то, чтобы советуюсь с инженером. У меня это в процессе заложено, и у вас это заложено, когда вы обучаетесь. У вас заложено после этапа планировки, это третий этап, да, первый у нас обмеры, второй анкетирование, третий – планировка, четвертый, у вас по-любому это заложено в процессе. Вы обязаны спросить клиента, будет ли он делать инженерные системы. Если будет, то нужно нанять кого-то, кто будет делать инженерию. Без решения по потолку вы не сможете сделать дизайн. Если вы сделаете дизайн, то… И вам надо объяснить это клиенту, что нельзя потом туда впихнуть инженерию, у вас дизайн поменяется, у вас дизайн строится на инженерии. То есть, вам надо знать, где вентиляция будет и как она будет проходить. Поэтому это обязательная история, обязательно. Перенаправлять ему свою идею, он работает с нормами и правилами. Не совсем так. Мы показываем… У нас, когда у нас есть планировка, вот после того, как мы согласовали с клиентом планировку, сразу же после этого мы отдаем эту планировку инженерам, и они предлагают решение свое. Как правило, это решение надо подкорректировать. Вот у нас практически всегда решение по планировке… Вернее, первый эскиз от инженеров, он дорабатывается. То есть, они присылают нам, мы либо соглашаемся, либо говорим, давайте что-то поменяем. Там, как правило, это видно. То есть, что нужно сделать? Вы должны понимать, что любая вот эта линия… Значит, к сожалению, нет этой… Не буду искать инженерную схему. То есть, любая линия, любой короб, он занимает площадь потолка. Там 200-300 миллиметров. Вы должны понимать, где у вас делать опуски. И вот эта вот сама система, она тоже занимает место. Там больше, да, как правило, там 400-500 может занимать потолка. Поэтому делаем мы ее в гардеробной, либо в коридоре, либо в ванной комнате. И от нее… Где-то по центру, да? И от нее во все стороны должны идти вот эти вот паучьи такие лапки. Вот. И как только вы понимаете принцип, как это работает и как это выглядит, у вас автоматически, как у дизайнера, возникают решения. Вы видите, как проходят эти паучки, и вы можете сразу же в голове продумать, как будет дизайн. И если вы понимаете, что вам надо для симметрии, для композиции поменять это все, вы можете чуть-чуть колено сделать другое и попросить инженеров это поменять. То есть, это совместная работа. Вам надо знать принцип, как работает обязательно. Система вентиляции – это первое. И обязательно нужно советоваться с инженерами. Но окончательное решение они принимают, потому что вы не можете сказать, что давайте сделаем вот так. А инженерам скажут, давайте сделаем, а потом это работать не будет. Вы спросите, а почему у меня воздух не идет, или почему у меня шумит вентиляция. Они скажут, ну вы же сами так-то рисовали. Вот так нельзя. То есть, вы должны сказать, я-то рисую, но я не знаю нюансов. Может быть, там сечение не пройдет, оно будет тонкое. Либо будет шуметь очень сильно, либо воздух не будет доходить. Вы этого не знаете, не узнаете никогда. А даже если узнаете и будете знать, то вы не имеете права это клиенту от своего имени давать, потому что вам за это не платят. И спросить вас тоже нельзя будет, соответственно. Так, спасибо за ответ, Revit плюс 3D Max. Да, можно так, конечно. Если вы Revit знаете, то пожалуйста. В чем проблема Revit? Если вы работаете, опять же, в компании, то вам очень сложно будет найти помощников, которые будут работать в Revit. То есть, автокатчиков вы можете найти, или архикатчиков, а Revitчиков мало пока. Поэтому, как правило, те, кто работает в Revit, они работают либо на себя полностью, либо они будут дорогие, либо сложно будет их подсоединить в команде. Поэтому это тоже нужно понимать. Скажите, для активной работы дизайна, в том числе с 3D Max, какое оборудование приемлемо? Ноутбук или комп? Нужен ли профессиональный монитор? Принтер формата А3? Еще оборудование понадобится? Спасибо. Принтер, давайте с принтера начнем. А третий поможет. Ну, они, благо, не такие дорогие. Там есть совершенно недорогие. Вам нужно будет для печати чертежей, если вы будете показывать что-то клиенту. Но это не обязательно. Могу так сказать, что проекты можно делать без принтера. Принтер нужен, как правило, чтобы договор отпечатать. А все остальное вы можете показывать на компьютере, либо отправлять в электронном виде. Не проблема. Когда вам нужно финальный альбом напечатать, вы можете отправить его в печать, на удаленный сервис, и там вам напечатают. То есть, проблем с этим точно никаких нет. То есть, ну, нужен вам принтер, купите, не нужен, это не обязательно. Ноутбук или компьютер? Я голосую за компьютер. В чем проблема ноутбука? В том, что он не такой мощный, а мощный будет достаточно дорогой. То есть, для 3D Max можно взять системный блок, поставить его куда-нибудь. То есть, монитор не нужен дорогой сильно. Ну, как бы обычный, который вам будет комфортный. Вот. Мне очень нравится, я бы посоветовал по соотношению цена-качество брать моноблок Apple 27 дюймов. Вот у меня сейчас прям такой стоит. Это изумительный экран на 5000 пикселей. Он стоит чуть менее, он дорогой, конечно, но он того стоит. То есть, если брать отдельный монитор, он стоит там тоже около сотки. Сам компьютер около 100 тысяч стоит. Но это крутая штука. Если можно дешевле, то есть, хороший компьютер для 3D Max будет стоить около 1000 долларов. То есть, 60 тысяч рублей. Ну, плюс монитор. Но монитор хороший за 40 тысяч. Не можно купить монитор хороший. Тогда вот вы в сотку влезете. Это если вот прям профессионально очень круто работать и средства позволяют. Если средства не позволяют и вот только идет... Вы только учитесь, подойдет вообще все, что угодно. То есть, подойдет любой ноутбук, который тупо запускается хотя бы. И куда можно поставить что-то до 3D Max. Потому что для обучения все, что угодно подойдет. Можно взять любой компьютер. Ну, практически любой. Чтобы там Windows запустился. И это будет работать. У вас не будет больших объемов. То есть, когда компьютер нужен. Когда вам надо считать большие проекты. Поэтому для обучения подойдет любой. Для работы вы сами поймете. Но в целом правило такое. Запомните его навсегда. Оно никогда не менялось. Уже 10 или 15 лет. Оно не меняется. Хороший компьютер. Хороший именно. Не идеальный, а нормальный, хороший для работы. В 3D Max стоит 1000 долларов. Системный блок. Вот такое правило. Соответственно, все, что вы можете купить. Самое важное для 3D Max это процессор. Самое важное и память. То есть, не сильно важно какой жесткий диск. Не сильно важно какая видеокарта. Самое важное процессор и память. 3D Max использую с короной или V-Ray благодарю. Мы используем V-Ray. Ну как мы. Я уже сейчас не рендерю ничего. Но вот использовал V-Ray. И можно с него начинать. У нас курс на нем построен. Можно использовать корону. Без разницы. Абсолютно. Вам важно понять принцип. То есть, они в принципе ничем не отличаются. Там просто кнопщики немножко разные. Вам для того, чтобы уметь рендерить, вам надо понимать, как работает вообще программа. И что вы хотите получить в итоге. Вам надо знать, что есть солнце. Что есть, что оно в свете. Что такое порталы. Как ставить отражение. Как ставить композицию. А в какой программе это делается. Это не сильно важно. Многие работают и хвалят именно корону. И им нравится это дело. Поэтому, наверное, сейчас я бы рекомендовал 3D Max плюс корона. Да, почему нет. Но V-Ray тоже неплохо. Тоже почему нет. На самом деле, это не сильно важно. Не важно в чем. То есть, и то, и то работает. И то, и то настраивается очень быстро. Делал проект для себя. Понял, что фишка должна быть в дизайне. Маленький гостиничный бизнес. Для себя безумно нравится. Сомнение в том, что будет ли так же интересно делать проекты для кого-то. Дарья, я вам более скажу. Для кого-то делать интереснее. И еще я одну вещь скажу. Что для себя лучше, чтобы кто-то другой делал. Это две такие не совсем очевидные вещи. Но это так. То есть, для себя лучше почувствовать себя заказчиком. Это тоже очень важный опыт. Потому что надо уметь не только делать и презентовать. Но и понимать, как другая сторона работает с вашей презентацией. То есть, это важно для... У нас даже модуль включен. То есть, в первый модуль, когда мы обучаем на первом модуле по дизайну интерьеров, по курсу, у нас одно из заданий, в том числе, это найти себе пару. То есть, вы группируетесь между собой, и один для другого делает анкету, анкетирование проходит в паре. И потом защита происходит в паре. Это очень важно. Потому что, чтобы почувствовать себя роль для заказчика. Поэтому, да, очень интересно проектировать для кого-то. Вы можете поэкспериментировать то, что себе вы никогда не сделали. Ну, по определенным обстоятельствам. Денег не хватает, или сомневаетесь, или еще что-то. У клиента, может быть, это совершенно другое удовольствие. То есть, у клиента задача другая, не такая, как у вас. И вы пытаетесь разгадать эту загадку. То есть, это, я бы сказал, еще интереснее, чем для себя. В разы. А для себя, я бы все-таки рекомендовал кого-то взять и побыть в роли заказчика. Это тоже очень круто. Потому что для себя у вас очень будет много мыслей. И, ну, не факт, что получится прям идеально. Лучше, чтобы вы сами тоже придумывали, но чужими руками. Это интересно. Возможно ли работать только с такими заказчиками, с которыми у вас совпадает вкус, или это утопия? Ну, это зависит от того, как вы построите работу. То есть, я же вот сейчас об этом рассказывал. Что если вы, как вам придут вообще заказчики, надо понимать. Если вы ведете Инстаграм, или у вас есть какой-то канал свой на Ютубе, или в Инстаграме, или у вас сайт свой. И вы там пишете, что, ребята, вот как я сейчас говорю, что мы не делаем цветастый интерьер. Что это значит? Это значит, что никакой человек, который захочет цветастый яркий интерьер, какой-нибудь пупарти, он ко мне не придет. Соответственно, уже изначально человек, который ко мне приходит, он понимает, куда он приходит по портфолио. И наши вкусы уже как-то совпадают. Вот это важно. Поэтому, если вы именно так позиционируетесь, то к вам не придут те заказчики, которые не совпадают по вкусу с вами. Понимаете? Поэтому, ну и вы всегда можете отказать, если вам не нравится. Здесь, конечно, работа всегда связана и с продвижением тоже. Вообще, очень многие дизайнеры забывают о продвижении. Мало сделать работу, нужно ее еще и презентовать, и рассказать о ней миру. То есть, это очень важная часть. Объяснить, почему вы сделали то и так, а не иначе. Вот я, кстати, пытаюсь, вот вы можете посмотреть у меня на сайте, я записывал ранее видео, ну для нескольких проектов, допустим, дом на беговой. Можно посмотреть видео на ютубе про то, как мы делали. То есть, это тоже очень полезная штука. И вот некоторые заказчики тоже смотрят и говорят, да вот, нам нравится ход ваших мыслей. То есть, людям не обязательно по стилю подходить. Им может просто нравится ход ваших мыслей, и они понимают, что да, с вами они сработаются. То есть, поэтому это тоже подходит. Блендер подойдет вместо 3D Max? Подойдет все, что угодно. То есть, на самом деле, подойдет все, что вы знаете. Все, что вы знаете. Я вам сказал стандарт профессии, вот какой есть. Но если вы не знаете 3D Max и знаете Блендер, да пожалуйста, в чем угодно. Делайте. Не вопрос вообще. Можно руками рисовать вообще, без визуализации, на бумаге. Это тоже подойдет. Все нормально. Где-то можно посмотреть полностью ваши программы обучения, что в нее входит. Да, давайте, сейчас уже будем завершать, наверное, сейчас отвечаю на вопросы. И покажу, собственно, что мы будем обучать, чему, кому это будет интересно. И сделаю для вас предложение, к которому вы можете обратиться в течение недели. Последний вопрос отвечу. Астатан. Расскажите, пожалуйста, больше про творческий процесс, если не идет, что предпринимаете? Спасибо. А, да. Вот спасибо, кстати, за вопрос. Я же начал вам рассказывать всю эту тему, но не договорил. В общем, что происходит дальше? Когда вы загрузили в себя всю эту историю, у вас автоматически происходит, когда у вас есть ТЗ, вы автоматически в момент придумывания, продумывания, у вас приходят идеи, и вы их делаете. Иногда бывает, да, стопор, что ну не идет. Бывает. Что в этом случае нужно сделать? Опять же, я начал рассказывать, как работает мозг. Вам надо отвлечься. То есть, вот реально нужно выгрузить эту историю, вам надо переключиться на что-то еще. Тут уже каждому свое помогает. Как правило, надо просто отложить этот проект, пойти погулять, побегать, спортом позаниматься, поплавать, фильм посмотреть и вернуться к вопросу завтра. Ну или в момент пробежки у вас могут какие-то идеи прийти. Или в момент физической активности. То есть, вам надо сменить роль деятельности, отпустить эту историю. И когда вы придете, когда вы через день придете, у вас идеи тут же придут. Почему это важно, да? То есть, это все-таки не Макдональдс, да, мы не можем конвейерно это делать, гамбургеры. Но нам важно иметь себе, кроме работы, нам важно иметь себе другие задачи, либо другие проекты. То есть, нам надо переключаться. Мы не можем над одним проектом работать постоянно. Мы, ну, сгорим точно. Нам надо уметь, иметь возможность переключаться в другие активности. И тогда та работа, которая у нас велась по тому процессу, который не шел, как будто, да, вот вы побегали, поспали, и в голове все систематизировалось. На следующий день все получится. Если не идет, надо отпустить и просто пока не трогать. В связи с этим бывают частые проблемы, ну, как бы, вот что, вот надо делать, да, и клиенту надо что-то показывать. Поэтому время надо на работу взять все-таки с каким-то запасом. Эти, там, сполохи, да, идет-не идет, они у каждого индивидуальны. То есть, чем больше у вас будет опыта, чем более вы будете, там, спокойны, и тем меньше у вас будет вот таких, как бы, проблем, что не идет, не получается. В начальной стадии могут, ну, может быть, почаще. В принципе, это зависит от человека, от того, как вы устроены. Но такое бывает у всех, и ничего страшного в этом нет. Работает именно такой способ. Отпустить и вернуться через какое-то время. Но, если вы отпускаете, вы должны чем-то заниматься еще. Это могут быть обучение, какие-то мастер-классы, посмотрите, вдохновитесь чем-то еще, сходите куда-то погулять, на выставку, смените местоположение. Это очень важно. То есть, это нужно не для того, чтобы вы что-то там узнаете новое. Нет, это нужно, чтобы отпустить мозг и разгрузиться немножко. И тогда в мозгу все систематизируется, и вы придумаете решение. У меня вот очень часто бывает, я куда-то еду, или пробежку устраиваю в лесу, и прям что-то придумаю. Прям вот сижу, 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 там туплю, не получается что-то делать. Раз выбежал на 30-40 минут. И все, у меня идея, я для этого беру себе диктофон, и прям вот то, что я придумал, быстренько задиктовываю. Потому что, когда приходишь назад, опять можно это забыть. Поэтому очень важно, чтобы под рукой была либо ручка, либо что-то, либо на смартфон записывать можно. То есть, вот эти вот какие-то вещи, идеи. Сейчас у нас смартфоны есть, где, ну вот, ноут есть, Samsung. Там можно зарисовывать прям, то есть, зарисовки делать. Классная штука, мне кажется. И прям идеи можно свои зарисовывать быстро. Поэтому всегда под рукой, когда у вас есть. Очень важно, чтобы была записанная книжечка, конечно, потому что идеи, они могут... Они, самые интересные идеи, возникают как раз в период вот такой вот смены деятельности. И вам надо их фиксировать, записывать. Потом приходите домой, не забывайте, все каталогизируйте, систематизируйте. И тогда все будет нормально. Итак, копилка идей у вас будет накапливаться. Через какое-то время у вас будет целый багаж таких знаний. Подскажите, как правильно подобрать себе помощника, дизайнера, визуализатора и чертежных есть? Есть помощника. Как правило подавать помощника? Очень сложный вопрос, и он достаточно индивидуальный. Для того, чтобы подобрать помощника, вам надо понять, какие функции вы хотите ему делегировать. В чем он будет вам помогать? Помощник – это понятие такое растяжимое. Помощник по дизайну, помощник по личным вопросам, помощник по административным вопросам. Что он будет делать? Далее, как только вы это дело понимаете, вы, собственно, ищите себе человека и описываете те задачи, которые он будет делать, и смотрите. Даете сначала маленькие задачи, если он справляется с ними. Например, вам нужно протокол совещания. Вот мы сегодня только обсуждали с Эмирем, что нужно делать протокол совещания. Как делать протокол совещания? Да легко, это секретарская работа. Даже я никогда этого делать не умел и не знаю. Я иду в Google, смотрю, и там протокол совещания как составить. И уже я знаю. Помощник должен помогать вам, в общем. Если это помощник по работе, именно проектной работе, то там этого недостаточно. Вы должны, он должен знать процесс работы, и вам придется его обучать. То есть это уже менеджер получается полноценный. Посмотрите курс менеджера дизайна проекта. Там я вот прям полностью от начала до конца рассказываю про помощников, что такое менеджер задачи, какой он должен быть, как его обучить. И в принципе вот после этого курса можно брать любого человека, ну, либо самостоятельно понять, как делить эти функции на части и просить человека ему соответствовать. Вообще это достаточно индивидуально, в любом случае у вас есть некие требования, которые вы предъявляете, и есть люди, которые этим требованиям могут не соответствовать, но они могут научиться. Скорее всего они не будут соответствовать изначально, скорее всего это позиция для обучения. И в этом плане вам надо подобрать просто человека, который будет обучаться, и который не будет вас бесить, и который будет стараться развиваться. Вот и все. Коммуникация, согласование и концепцию хотела бы делегировать. Нельзя делегировать коммуникация, это вам надо делать самостоятельно. Согласование и концепцию тоже нельзя делегировать, это вам надо делать самостоятельно. Вам обязательно это надо делать самостоятельно. Это функция ведущего дизайна, если вы ведущий дизайнер. Если вы не хотите делать дизайн, вам надо не помощника искать, вам надо искать ведущего дизайнера. Это тоже возможно, но посмотрите стандарт профессии, есть вот у нас на сайте такая тема, там описаны функции, которые делает каждый дизайнер. То есть вам точно нужно понимать, что вам нужно, для этого надо разобраться в себе. Да, консультации личные у меня есть, можно записаться и взять личную консультацию, проблем никаких в этом нет. Так, давайте я покажу сейчас программу, есть обучение, кто спрашивал. У нас все обучение проходит удаленно, недостаточно посидеть на лекции, пройти какой-то курс, именно прослушать, нужно обязательно это все делать. Самое главное в обучении это не столько информация, которая, конечно, у нас тоже есть, системная структура, она разобрана, да, я по-другому не делаю, не умею. Самое главное в обучении это работа и обратная связь. То есть без этого вообще не работает никак, то есть обратная связь на вашу работу. У нас обратная связь лично со мной, это тоже я считаю очень важным. У нас нет кураторов, я сам лично сделал все программы обучения, они сделаны все системно, последовательно. Я делал описание, я делал внутренности. В общем, у нас сделано так, что вот как в жизни, то есть так, как я хотел бы, чтобы сам, чтобы меня учили, хотя меня так не учили. Ну, в общем, я сделал опыт так для вас. И получается так, что два раза в неделю мы с вами общаемся, во вторник и в пятницу я разбираю по часу все ваши вопросы. Для этого у меня есть вот такой монитор, как сегодня вы видите меня, и еще у меня есть сверху, ну, как бы экранчик, да, и iPad, где я показываю, ну, рисую, либо рассказываю, как вам сделать вашу работу лучше, объясняю, где вы ошиблись и как ее изменить. А если где-то не ошиблись, то наоборот хвалю и показываю другим участникам, какие у вас замечательные есть решения. Вот основное, на что я хочу обратить внимание, это две вещи сегодня. Да, вот тут много курсов, здесь можно фильтр нажать по дизайну, по визуализации. Вот это вот наши ребята делают в Верея, вот более чем достаточно сопровождения, то есть это уже для продвинутых дизайнеров. Сейчас я хочу акцентировать внимание на двух курсах, один у нас, вернее, на одном курсе и на одном событии на дизайн-конференции. Вот этот курс по дизайну интерьера, он у нас начался вот-вот, буквально там пару дней назад, и вы можете тоже присоединиться к этой группе, если захотите. Например, при единовременной оплате стоит 120 тысяч рублей всего, это за 7 месяцев обучения. То есть, ну там за месяц получается меньше 20 тысяч, 15-20 тысяч, это очень-очень недорого по сравнению с профессией. То есть вы купите это все с первого проекта. Там получается 7 месяцев, 7 модулей. И что мы будем проходить? Вот вы можете прочитать это описание, сейчас я расскажу. И если у вас будет желание работать и обучаться, вы будете работать и обучаться на этом курсе вместе со мной, вместе делать проекты. И по итогу у вас будет портфолио готовое. Что здесь будет? Во-первых, вы можете посмотреть еще одну лекцию. Вот она эта лекция, можете послушать, там на 2 часа я рассказываю. Можете в ускоренном формате послушать. Здесь проект интересный у нас Аллы Паруса, вот эта футуристическая квартира. Очень интересно будет для вас, мне кажется, я записывал это где-то год назад, тоже прикольное было у нас мероприятие. Поэтому я сейчас это выложил, можете посмотреть. Вот эта сама квартира, вот она, кстати, необычная очень для тусовок, для клубов. Так, здесь как бы описание, есть история, можно почитать, можно не читать. Вот что ждет на курсе? Модуль 1, техническое задание. У нас будет выезд с вами, вы приедете вот сюда к нам в гости в офис, у кого есть будет желание, кто из Москвы. Мы проведем обмеры, проведем, у нас вот Эмиль подготовит, готовит сейчас информацию по поводу инженерной грамотности дизайнера, работа, невидимый фронт работы, скажем так, где вот там всякие ошибки будут. Мы вместе готовим еще один материал, очень полезный, и тоже можем сделать вам презентацию по техническим каким-то моментам. Вентиляция, умный дом, кондиционирование, как все это работает, на что нужно обращать внимание, на что нет. Это, возможно, на открытом занятии будет. На открытом занятии, ну, у нас небольшой сейчас офис, как бы комната, да, получается. Человек 10 влезет, ну, если будет желание, то можно будет 2 раза сделать. В общем, сможете тоже приехать. В общем, вот оно, модуль техническое задание. По итогу у вас будет готов альбом, вот, можете посмотреть, что у вас будет в итоге. Вот здесь, нажав на ссылочку, что у нас будет в итоге. Ну, к примеру, какой-нибудь альбом, вот, Константин. Вот такой альбомчик мы собираем. Это сводные данные, то, что нужно, то, что нравится клиентам. Вот, поэтому мы потом начинаем работать. Кроме того, у вас будет договор, стиль, в общем, много чего-то интересного, можно почитать, посмотреть. Это первый модуль. О профессии дизайна. Второй модуль – функциональное занятие и планировочное решение. Мы учимся делать с вами планировку. По итогам у вас будет планировка. Третий модуль – это у вас визуализация. Каждый модуль – это месяц. То, что было придумано, вот, мной, и то, что сделали уже по итогу. То есть, было-стало. То же самое, то, что придумали, квартира, и то, что сделали, тоже было-стало. И также здесь у нас участвует, это мы в 3D Maxx делаем, но также у вас есть возможность порисовать рисунок интерьера. В наш курс входят уроки рисунка интерьера. Записала эти уроки Мария Мгашимова, наша выпускница, дизайнер, архитектор. Замечательный специалист, тоже большой молодец. И если вы заходите попрактиковаться, у нее можно взять отдельные частные занятия. Она по интернету также вам подскажет. То есть, так сам курс в записи входит в комплект. Но если позаниматься, со мной по рисунку нельзя позаниматься, потому что я не консультирую по рисунку. Но я по 3D Maxx могу проконсультировать, а по рисунку вы можете с Мария поработать. Быстрый дизайн. Это вот тот модуль, где мы 400 решений как раз разбираем. То есть, в итоге у вас будет белая модель. Это все, кстати, последовательность работы. Именно в такой же последовательности вы издаете работу для клиента. Именно такая последовательность будет у вас. Вы будете так же объяснять, как я сейчас объясняю, для клиента и так же делать. То есть, по итогу у вас будет белая модель так называемая. Вы сначала согласовываете белую модель геометрией, то есть, какой стиль будет. Вы только после этого начинаете красить. Пятый модуль – это светодизайн. В светодизайне мы прорабатываем разные схемы. То есть, у вас разные типы освещения. Там интересная теоретическая часть, где мы работаем с теорией. И вы должны знать, какие типы освещения бывают, как они работают. Какие эффекты можно достичь, какими способами. И все это дело придумать, нарисовать в визуализации. А дальше техники, если вы будете воплощать, то уже техники вам подскажут. Инженеры по свету помогут подобрать вам количество ватт, вольт и всего остального, что с этим связано. В общем, пятый модуль – это светодизайн. Очень важная тема. Только на одном свете можно сделать очень интересный дизайн. Модуль шестой – это уже подбор материалов. То есть, когда у вас есть идеи рисунки. Ну, кстати, кто-то с этого начинает. Это так называемые коллажи. Можно и так поступить. То есть, вы можете нарисовать планировку. И по планировке вот это будет задание на визуализацию, в принципе. То есть, вот этот модуль можно сделать вот здесь, перед визуализацией. Ну, вот как бы вот он, да. А здесь уже у нас уточнение, идет детальное уточнение. То есть, теперь конкретно мы подбираем какой-то ковер. Это можно сделать самостоятельно. Либо есть сейчас компании по комплектации, которые привозят и доставляют все. Там у них есть свои менеджеры, вы можете прийти к ним в гости. Вот у меня есть одна такая клиентка по Олесе Завод. Она руководитель такой компании, которая привозит мебель и свет из Италии. Вот у нее можно сделать такой подбор. Вот любой бюджет, который вы там назовете, они подберут не только из Италии, из Европы. Они подберут нужные фабрики. И вы можете, в принципе, вот такую подборочку вместе с комплектаторами сделать. Можете сами поковыряться, покопаться в интернет-магазинах и там подобрать. Вообще, смысл шестого модуля сделать то, что вы придумали, подобрать конкретику. Поработать с инженерами и сделать так, чтобы дизайн был у вас, ну, воплощаем. Вот здесь, что мы отработаем, что будет. И седьмой модуль – это рабочий проект. Вот, кстати, выпускной альбом Мария Мгашимова, который у нас рисунок интерьера ведет. Вот это, такой альбомчик у нее будет. Ну, на самом деле, альбомчиков много. Вот, посмотрите, видео-презентация финальных проектов. Здесь четыре у нас участника. Екатерина Важухина с нуля была дизайнером. Ну, с нуля вообще обучалась делать презентацию своего альбома, решение, что у нее в итоге получилось. Элина Рупер тоже с нуля. И за время обучения она рассказывает, что сделала два проекта. Она училась два года вместо положенных шести-семи месяцев. Но зато за это время она сделала два проекта и приходила с этими проектами консультироваться. Ну, как-то консультировали. Работали вместе. И в итоге у нее получилось в процессе уже и сделать работу на самом деле. А потом она сделала финальный проект. Вот, можете посмотреть это видео, запустить. Ну, интересная история. Ирина Фефилова, она уже была дизайнером, но я передал, то есть она у нас научилась именно модели работы последовательной. То есть даже опытным дизайнером, кто уже работает, вы можете перенять системную модель с делегированием и созданием студии. Вот, в данном случае Ирина Фефилова уже работала дизайнером, она, наверное, дольше даже, чем я работаю дизайнером. Уже очень большой у нее опыт. Но последовательность и системность она вот воплотила в этом альбоме, можно посмотреть. То есть продвинутый дизайнер тоже, это очень полезно. И, кстати, Мария Мгашимова, она тоже уже работала дизайнером, но тоже пошла обучаться. У нее есть видео по этой теме. Она рассказывает, почему ей это было важно, как она училась. В общем, короче, полезная точная история. И Катерина Дятлова тоже с нуля. Это вот девушка, которая у нас математика, она на третьем курсе, я уже ей дал проект наш, нашего заказчика. И мы вместе с ней работали, она была ведущим дизайнером, то есть у нее были задатки, которые мне понравились. И она воплотила проект уже прямо во время обучения. Вот этот проект, она его доделала до конца, и здесь она о нем рассказывает. Достаточно долго, но интересно. То есть это вот тоже с нуля. Пожалуйста, можно там со всеми связаться, посмотреть, это все будет реально. Так, бонусы. То, что у нас идет параллельно, это вот вся вот эта вот штука, информация, самопрезентация, продвижение дизайнера. Что такое авторский надзор, комплектация, управление страницами. То есть те вещи, которые вам по-любому нужно знать, я их буду рассказывать, то есть все из жизни. То есть все у нас это идет как основная работа, и фоном, бонусом идут все вот эти вот штуки. Пиар-известность, система введения проектов, привлечения клиентов, личная эффективность. Это обязательно абсолютно параметры, на это тоже есть дополнительные курсы. За них платить не надо, они входят даже в комплект, ну как маленькими такими вставочками. Как проходит обучение? Ну, собственно, можете почитать, посмотреть. Примеры занятий. Здесь вот есть, вот 3D Max, кстати, кто спрашивал, как проходит 3D Max, как читать чертежи. Вот у нас занятия с обмерами. Здесь вот все системно, все последовательно. Ну и варианты оплаты. Минимальная у нас получается с 50% скидкой. Если единая оплата, единовременно оплачиваете 120 тысяч рублей, можно сразу же оплатить, можно занять у кого-то денег, если нет. Можно кредит взять, у нас банк-партнер работает, выплачивать. Можно не платить сразу 120, а работать помесячно, это 34 тысячи рублей, тогда скидки 50% не будет, тогда вы растянете это. И еще вариант, вот 2 раза 2 платежа по 70 тысяч, 140 пополам. Ну, за год можно вот по 70 тысяч, 2 полугодия так называемых. Если вам визуализация не нужна по какой-то причине, то есть вы уже умеете визуализировать, либо не хотите, можно вычесть это, и тогда обучение будет вообще стоить всего 90 тысяч рублей. Но я бы не рекомендовал это делать. То есть оптимальный комплект, который берут 90% у нас людей, вот именно вот этот. Это самое такое, самое ценокачество и доступность, да, самая выгодная. Некоторые берут вот этот, но мне кажется, все-таки, если решились, надо действовать и выбрать все сразу, то есть кусочками смысла нет. Ну, тут уже смотрите сами. Значит, следующая группа 15 мая, но я рекомендую вот к тем, кто сейчас еще захотелось, кто хочет участвовать, прям сегодня пишите, и вы сможете подключиться к этой группе, мы вот только-только начали. Вот, собственно, это и есть вводное занятие, сейчас у нас для той группы, с которой мы начали в среду. Так, требования для участников. Желание, мотивация, общая компьютерная грамотность, то есть вы должны знать, что такое форум, как зарегистрироваться, как поставить, ну, хотя бы там, Windows, да, ну, то есть хотя бы базовые вещи, потому что я не смогу вам по интернету объяснить какие-то, как установить программу. Вам надо либо самостоятельно найти ответ на этот вопрос, то есть не надо ждать от такого, что вот сейчас я записался, сейчас мне все дадут. Нифига подобного. Как и в жизни, будет много вопросов, которые нужно будет решать. То есть, ну, и вы их и должны решить на самом деле. То есть если надо найти кого-то, то он поможет компьютер поставить, значит, найти такого специалиста. Если нужно, там, что-то там спросить, то нужно узнать, где это спросить. То есть я буду консультировать именно по касаемым вопросам по курсу все вспомогательные организационные моменты, как и настоящий дизайнер, вы по-любому должны решить сами. Без этого не работает, потому что в дизайне это огромное количество работы вне, как бы, вне дизайна. Дизайнерская получается. Вы не только делаете чертежи и картинки, вы еще половину времени занимаете организационной работой. И если вы это не будете делать, то вы не найдете себе помощника, ну, если он будет нужен, если не сможете решить какие-то базовые вещи, там, с компьютером или еще с чем-то, ну, вам точно не будет дизайнером, потому что, когда вы будете дизайнером, на вас свалится миллион проблем, миллион вопросов, вас будут доставать все, там, и строители, и смежники, и еще кто-то, и каждый будет что-то от вас хотеть, и вы просто убьетесь, если за время курса не научитесь это все разруливать. Вам надо разруливать всякие сложные ситуации, мы этому тоже будем учиться, это очень важная вещь. Знать желательно вот программы, но если вы не знаете, вы просто в процессе их изучите, либо делегируете, делегируете, и на серьезном уровне надо изучать делегирование, конечно, особенно кто после второго высшего, кто не только после института, у кого уже есть опыт работы, там, где-то, да, в структуре, у кого-то есть опыт управления, я знаю, на должности, то есть у кого-то уже есть подчиненные, вам сложно не будет, то есть вам надо понять, что вы делаете, как, для чего, и если у вас уже есть опыт работы с подчиненными, то вам точно будет просто найти помощников себе и отдать им какую-то часть работы. То есть главное понимание сути процесса. Ну и вот наши уважаемые красавицы, девушки-финалисты, в основном у нас девушки, конечно, да, кстати, все практически у нас здесь девушки, Катя Дятлова, Ольга Рудакова, все большие молодцы, Майя Смирнова из Хабаровска, главный дизайнер в Хабаровске, сейчас самый-самый, там все знают, Марьян Гашимова тоже из Хабаровска, живет в Москве, Ксения Бражинская, Ольга Линсон на Кипре работает, живет, все они стали дизайнерами, ну, с нами, Олеся Валузская, Танина Звягинцева, Лисовская, вот, все по-настоящему, все реально, поэтому, получилось у ребят, получится у вас, я уверен, тоже, если есть желание, если хотите. Как можно искать клиентов? Как искать клиентов можно разными способами, сейчас я не смогу это рассказать, потому что не успею, просто физически, есть несколько концепций, посмотрите у меня на YouTube-канале, видео, 4 концепции привлечения клиентов, называется это так, и там я подробно рассказываю, что нужно делать, какие концепции есть именно для привлечения клиентов, как можно с этим работать, а потом в рамках этих концепций есть тоже свои последовательности, свои уроки, поэтому не могу в двух словах это рассказать, это все-таки больше, такая, дольше, больше времени надо посвятить, видео есть на 20-30 минут, на одной из последних там на YouTube-канале, 4 концепции привлечения клиентов называется, посмотрите, пожалуйста, Елена там, базово, вот, когда мы обучаем, у нас мы делаем презентацию, вы делаете альбом, и дальше мы рекомендуем вас в социальных сетях, рассказываем о вас, и, как правило, все наши студенты, выпускники находят себе клиентов работы первых, а дальше уже по сарафанному радио, поэтому первый толчок мы всегда даем, если вы выполнили все задания, если вы прошли курс, то вы уже настолько молодец, потому что дошли до конца, прошли курс, это очень круто, мы вас, конечно же, посоветуем, и если у вас будет возможность и желание, если вы прошли, дошли курс до конца, то мы тоже предложим вам работу, как специалиста, либо дизайнера, либо комплектатор, у кого-то, да, огромное спасибо за советы истории, за ваш опыт, вдохновил вас, желаем успехов, пожалуйста, успехов и вам тоже, пожалуйста, как работать на концепции, как происходит процесс создания самого интерьера, спасибо, но, как происходит, я вот частично рассказал, концепцию мы придумываем на ТЗ, а дальше оформляем это все дело в 3D Max, вот основные инструменты, это обсуждение с клиентом, понимание, что есть, и дальше садимся, и прямо начинаем, мы всегда с комнаты главной, гостиная, кухня, столовая, понимаем, какой там функционал, как это распределить, и там заложена основная идея, то есть хороший дизайн, он обязательно содержит главную идею, это не просто расположение вот этих пазлов в пространстве, у нас должно быть какая-то главная, главный стержень, мы должны этот стержень придумать, и на него, не прямыми цитатами, ни в коем случае, а очень мягко, да, нанизывать весь интерьер, ну, собственно, я об этом рассказываю весь наш курс, поэтому, опять же, в двух словах я не могу сказать, приходите на обучение, там будем все это дело работать, и вы увидите, как это все делается, более того, сами сделайте, не то, что увидите, вы сами это сделаете, у нас обучение дистанционное, не надо обучаться в Москве, мы по всей России работаем, и за рубежом, даже с Кипра обучались, и говорю, что с Хабаровским, без проблем, заходите сейчас на сайт, еще один квест, получается, найди, продающую страницу на сайте, заходите на сайт, рано и W, design.ru, через террор все буквы, дальше заходите в курсы, дальше, вот он, курс, кликайте вот сюда, подробное описание курса, вот, и здесь вы можете почитать, посмотреть, ну, детально то, что я и сказал, если нужен перерыв во время обучения, например, нужно уехать куда-то, можно или еще как-то, как в этой ситуации быть, Елена, проблем здесь никаких нет, потому что, вот как я рассказывал, допустим, Айлина, она два года обучалась, то есть мы никогда не погоняем, есть люди, кто поступил обучаться достаточно давно и до сих пор учатся, вы можете сделать перерыв и паузу в любой момент и продолжить обучение, когда посчитаете нужным, то есть для меня, я все равно комментирую ваши работы во вторник и в пятницу, то есть вот просто вы продолжаете, если ваша группа ушла куда-то вперед, например, то вы к следующей подключаетесь, и никаких проблем нет. Вообще все работают в своем ритме, кто-то быстро работает, кто-то работает медленно и так или иначе у вас будут там круговые, как вот в гон, как бывает, кто-то ушел дальше, а кто-то наоборот отстал немножко, и вы можете с другими участниками соединяться, разъединяться, то есть проблем нет никаких. У нас есть общий чат, телеграм-чат, где вы можете общаться с коллегами, если нужна мотивация какая-то или как-то объединяться друг с другом. Многие у нас ребята, кто обучается, они в команду объединяются в дальнейшем и организуют в студии свои. Вот такие примеры тоже есть. Сейчас я не буду о них рассказывать, потом мы не успеем, но такие примеры очень-очень классные. Поэтому на обучении вы можете найти себе заказчиков, партнеров, коллег, сотрудников. Это очень круто, то есть на нашем форуме. Там много людей и много историй разных. Третий день конференции где будут проходить? Третий день конференции будет проходить в Экспострой. В центре, как и всегда, целый день со мной буду рассказывать. Отрезали мне, не дали никаких выступлений на основных днях конференции, поэтому я буду только вести мероприятия и буду задавать вопросы какие-то, и мой день – это третий, то есть все основное буду рассказывать на третьем дне. Экспостройная Нахимовска. Так, где вы любите отдыхать, в какой стране и месте? Мое любимое место – это Альпа, Франция, и Лазурный берег Франции. Париж люблю. Ну, Францию вообще очень люблю. Мне вот прям очень кайфово там. Поэтому в любой… Ну, Италия тоже, конечно, классно. Милан, горы. Вот мне Альпы очень нравятся. Летом, причем не зимой, а летом. Ну, вот мне там близко. Причем я природу люблю в основном там походить и полазить без каких-то там тусовок по городам. Ну, города люблю там походить, посмотреть. Ну, в общем, такое. Я на мой рано не очень так вот люблю просто лежать, поплавать и куда-нибудь пойти отдыхать. Именно в процессе путешествовать на машине люблю. Я всю Европу объездил. Почти везде был. Вот. Поэтому мне нравится, да, вот такой активный отдых. Когда ты не знаешь, где ты завтра будешь, просто берешь где-то отель снимаешь и едешь, куда глаза глядят. Такая спонтанная мне нравится история. Подскажите, сколько времени в день и неделю уходят на курс на выполнение заданий? Возможно ли совмещать со мной работой, если не успеваешь за 7 месяцев? Возможно ли обучаться дальше? Да, обучаться можно дальше. Обучаться можно на выходных. Вы можете за выходные сделать несколько заданий. Ну, либо за день там какой-то. Каждый день вам потребуется 1 час на изучение материала и где-то не менее 1 часа на выполнение задания. То есть всего каждый день у вас, каждое задание займет минимум 2 часа. Так как в каждом месяце модуля у нас 21 день, соответственно, вот у вас 40 часов в месяц займет обучение минимум. Вы можете либо за выходные это нагнать, там за 3 выходных, как успеете, либо наоборот растянуть подальше. Я не знаю, то есть сколько у вас работы занимает основная, но могу так сказать, что если вы заняты в том числе на основной работе и она у вас очень много сил занимает, то вам будет достаточно тяжело, ну, как бы совмещать. Либо это просто растянется на подольше, это тоже возможно. Либо вам надо будет жертвовать там отдыхом, семьей, может быть, или еще чем-то. То есть курс достаточно объемный. То есть надо понимать, это новая профессия. Это не как бы, ну, не пирожки-то делать, да. Это, по сути, это изменение мозга, это изменение образа мышления, это новые модели какие-то поведения, новые модели понимания, ну, всего. То есть это серьезная работа, это не просто так, это не как вот бывают курсы, знаете, в интернете наберете, там курсы дизайна. Там вам перескажут книгу по колористике и по композиции. Это все абсолютная фигня, это так не работает. То есть дизайнером, чтобы стать, надо вот те вещи понимать, которые я сейчас рассказываю, поэтому это достаточно долго, достаточно трудоемко, но это безумно интересно. И если вам это нравится, если вы хотите, то работа, я думаю, вам сильно не помешает. Но надо выбирать, что вы будете изучать. Я могу про себя сказать, вот мой личный пример. Я работал визуализатором. Я работал на работе, был молодым человеком, учился в институте. Дальше после института я ехал на работу, устроился в компанию. Я работал там чертежником. И помимо этого обучался в 3D Max. Я заканчивал свой, начинал свой рабочий день в 7 часов и заканчивал в 23 часа, вот уезжал из офиса. То есть у меня была такая вот сложная история. И на выходных я изучал 3D Max и дизайн, чтобы вот как-то вот соответствовать. То есть понятно, я был молодой, у меня было много силы, желания и мотивации. Но я тратил все время, у меня было очень мало времени на отдых, как таковой. Я не ездил отдыхать никуда, ни в Турцию, ни в Египет, даже вот такие вот, несколько лет. Я стремился освоить профессию и хотел быть, хотел в ней разбираться, хотел быть дизайнером, хотел построить студию. И мне пришлось очень много сил и времени этому посвятить. Но, оглядываясь назад, я ни капли этому не жалею, потому что сейчас я занимаюсь именно тем, что мне нравится. Мне нравится делать дизайн, общаться с клиентами, мне нравится преподавать, мне нравится создавать систему, создавать программу. Мне нравится передавать свои идеи другим людям и смотреть, как у них получается реализовать то, что я заложил как бы в них. Мне кажется, это очень круто и я очень доволен. Поэтому все жертвы, вот эти они были, ну не зря. И на самом деле о них никогда не вспоминаешь. То есть я сейчас уже не вспоминаю, как я там долго сидел, вот только сейчас вы сказали, я вспомнил. По факту удовольствие от работы, оно все перевешивает. Поэтому взвешивайте сами. Время я вам сказал, сколько реально потребуется. Дальше уже смотрите сами. Как придумать название студии? Да не придумывайте, называйте студии Виталия Овчаренко, да, или Овчаренко. Не знаю, вот своим именем назовите и не парьтесь вообще. Скажите, насколько удобен Revit, чем автокад для дизайнеров интерьера? Revit – удобная программа, если вы в ней умеете работать. Проблема в том, что в ней сложно научиться, достаточно сложно, трудоемко. И она требует знания технических вещей. То есть, когда ты проектируешь в Revit, ты уже должен быть одновременно и дизайнером, и технологом, и инженером, и вот всем-всем-всем. Проблема в том, что вы таким не являетесь, и я таким не являюсь. То есть, мне сложно сконструировать и придумать. Работа дизайна, она другая. Она заключается в том, что вы придумаете идею, рисуете ее из выражения эскизом в 3D Max, и дальше, используя других специалистов, думаете, как ее воплотить вместе с ними. То есть, понимаете, да, разницу? Когда вы знаете абсолютно все, и проектируете, если у вас огромное количество опыта, и там вы можете действительно стыки все предусмотреть, как будет соединяться, какие болты, какие узлы, какие саморезы туда. И эта программа вам все-все-все посчитает. Но вам надо в голове все это иметь. У вас этого нет. И не нужно. Это не нужно. То есть, если это все будет, у вас творчество замкнется. Как только вы будете техничку знать, много, у вас творческий потенциал, соответственно, вы изучаете одно, творчество будет меньше. Вам надо выгрузить наоборот вот это и работать с творчеством, с пониманием идеи, с задачей, с людьми. То есть, другие вещи нужны дизайну на самом деле. Поэтому я не скажу, что это вредно. Но вот мысль свою я донес, а дальше смотреть сами. Я все-таки за более какую-то вот такую вот абстрактную историю, а дальше отдавать специалистам, которые работают. То есть, как показывает практика, вы так больше. Вам же... Откуда происходит опыт? Он происходит от большого количества повторений одинаковых действий. Соответственно, если вы будете затачиваться на техничку, вы будете хорошим инженером. Но хороший инженер – это не хороший дизайнер. Хороший дизайнер – это тот, который считывает людей быстро, понимает, какие есть инструменты, и умеет придумать какую-то идею. Соответственно, вам как можно больше нужно делать концепции. Почему вот у меня получилось дизайнером в том числе стать? Потому что я рисовал очень много 3D-визуализации, с этого пошел, да, наработку, и смотрел много картинок. То есть, у меня есть технология, которая позволяет вам развить насмотренность. Она в четвертом модуле. Когда вы смотрите большое количество картинок и пытаетесь их систематизировать, найти в них по заданному алгоритму какие-то элементы. И вот эти алгоритмы вы должны изучать. Не техничку, а алгоритмы понимания, как делается дизайн. Поэтому в этом плане, как бы, не надо заворачиваться со сложной программой Revit. Вам надо как можно проще, как можно быстрее начать творить. То есть, совершать ошибки и тут же их корректировать. Вот это самое важное. Скорость очень важна. Поэтому, кстати, я и против того, чтобы изучать дизайн курс, проходить там 2 или 3 года. Все-таки это очень долгий срок. Лучше в моменте, лучше заморочиться сейчас, но быстро-быстро пройти, а дальше уже на практику уходить. Я же вас не бросаю после курса. Если у вас что-то получаться не будет, вы всегда сможете ко мне обратиться. Я прокомментирую то, что у вас не получается. Любую ситуацию, любую проблему, любые планировки. Я все это вам помогу. То есть, вам надо на практику уходить как можно быстрее. Потому что дизайнер все-таки это не теория, это практика. Где-то примерно… Есть примеры вашей анкеты для клиента. Я начал оставлять, как мне кажется, спросил все, но набралось даже не 100 вопросов. Да, у нас есть анкета, у нас даже есть специальный курс. Анкета и ТЗ он называется. Можно его отдельно приобрести. Стоимость есть. Посмотрите отзывы, результаты и научитесь делать такие альбомчики. Поэтому да, мы этому обучаем тоже. Спасибо большое. Отличный, полезный же вебинар. Успехов. Да, спасибо вам тоже. Поэтому началось у нас только-только. Вы можете подключиться прямо сейчас. Вот сейчас у нас вебинар для той группы, которая вот только началась. Поэтому вы пишите или звоните и можете сейчас подключиться к нашей группе и вместе работать. Спасибо за классные, полезные вам вопросы. С вами был Станислав Орехов. Всем удачи и до новых встреч. Увидимся на обучении. Пока.